Глава пятая. С Москвой кончено. Плачевные результаты. В предыдущей главе я описываю попытку культурно работать. Руководитель кружков, публицист, критик, лектор, газетчик. Но отложился итог. В России уже делать нечего мне. Период культурной работы, начавшись в 907-м, длился до конца 10-го года. В предыдущей главе опускаю я личную жизнь, потому что ее как бы и не было, она свелась к тщетным попыткам бороться с тоской и к исканию средств, анестезировать боль. Никогда до и после я не был так стар. С 1901-го года и до конца 1908-го линия жизни – падение. С 1909-го и до 1915-го подъем, 908-й год, мертвый год, ни туда, ни сюда. Вот как я представляю его из 1933-го года. В трехлетке 1907-й, 1910-й годы личная биография спрятана, она протекает подпольно. В ней Бугаев выглядывает из-под маски Андрея Белого лишь для того, чтобы увидеть в обстании тот же мерзкий потоп огарочной жизни, который отражает Андреев, жизнь человека, царь-голод, маски, анатома. Интимных событий жизни не мог выносить я наружу. Как сказать, безответственность людей, вещающих о революции и быта, пережита мною в опте общения со ща? Боря с мистическим анархизмом, боролся я и не с невинными сравнительно скобками легкомысленных лозунгов, а с людьми, их использовавшими для вложения в весьма низкие действия выспренних смыслов. Собственно, облекались в грязь, называя ее царским платьем. Так фиговый листик весьма транспорировал тем, что за ним, но делали вид, что не видит. Полемика моя не могла назвать вещи прямым своим именем, и отсюда ее символизм, обезоруживавший меня. Многого вслух я не мог сказать. Сказать означало вывернуть подоплеку других, это ж пахло скандалами. Так насильственно был я замкнут. И странно, с детства знакомая немота идиотика Бореньки выдворилась вторично. Я во многом использовал Белого, так как когда-то использовал Боренька, которому запрещали с матерью умные разговоры, язык общих мест, в результате чего взрослые ахали, растет идиотиком. Мало знавшие Белого приходили к мысли, что он скандалист, злой разбойник, грабящий на дорогах. Но опустивший забрало, на нем надпись «Теория знания», — так, вероятно, и думал Челков. То выражение немоты, налагавшей неудобоносимые бремена на меня. Я себя собой ощущал в одиночестве у моего зеленого кабинета, служившего мне и спальней. Обстановка его не способствовала уюту. Два строгих окна открывали вид на унылые домики Кривоарбатского переулка, в котором позднее наблюдал я разрывы шапнели в дни Октябрьского переворота. Большой письменный стол между окнами затенялся стеной. Отступя от стены, у другой стоял плюшевый темно-зеленый диван, мне служивший ложем. Перед ним стоял темно-зеленый и тоже плюшевый столик с зелеными пепельницами, переполненными окурками. Два зеленых и удручающих кресла давили меня. В одном из них сидел Эллис. И шесть неуютнейших, мягких, тоже зеленых стульев. У противоположной стены книжный шкаф, стулья, кресла, диван, занавески на окнах, ламповые абажуры, даже рамы портретов зеленого мрачного цвета. Когда я лежал на диване, вперяз в наклонно висевшее зеркало против меня, я упирался глазами в себя самого. Этот я, оттененный, зеленый, простертый, как труп, на диване смотрел на меня так угрюмо, неласково, с угрожающим порицанием, и курил, и курил, соря пеплом, мутнее за клубами дыма, которые не защищали меня от его укоризненных глаз. Я его называл своим демоном, и о нем написал я, когда он меня, пощадив, отлетел от меня. Это значило, что угрюмая привычка лежать на диване, впияясь в себя, прекратилась. Возникнувши над бегом дней, извечно и будил сомненье, он зыбкую игрой теней, улыбкую разуверенье. Бродя, бывало, в полусне, в тумане, городском, меж зданий, я видел смукую камней его протянутые глани. С годами в сумрак отошло, как вдохновение, как безумье, безрогое его чело и строгое его раздумье. На этом диване над пеплом сжигаемой папиросой откладывались безнадежнейшие строчки урны. А в кресле являлась то лысая голова Элиса, радостно потиравшего руки над мрачным раздумьем моим, я собою доказывал его мысль, наша участь погибнуть. То являлся зеленую гусеницей, облеченной в серую пару В.Ф. Ходосевич, ссыкающим смехом сорил своим пеплом, рассказывая очередные мутнящие душу мне сплетни. Раз, Абрам и Фроз, зайдя и увидя меня таким грустно, качнул головою, да-да, вы, как гоголь эпохи переписки, уже, уже, и повеяло тут холодком, приговорен, значит, смертник. В этот период играла мать моя ежедневно, моцартовский реквием. Переживания мои не имели названия, но они и сплелись с отрывками реквиема. Куски реквиема переживались в неделях, как то, о чем я не умел заикнуться. Звуки музыки переживались, как похороны, себя собою. Интенсивность этих переживаний я мог бы сравнить с восприятием музыки четырехлетним ребенком. В «На рубеже двухстолетия» описаны переживания эти. «Музыка спустилась над детской кроваткой моей. Пропадала драма, квартиры и мое тяжелое положение в ней. Я говорил себе, что я выведен из тюрьмы, которая мне навязана безо всякой вины». «На рубеже» первое издание страницы 182-183. Так переживал звук немой мальчик. Прошло четверть века. Он стал писателем, не лезущим за словом в карман. А что изменилось? Выход из политической, социальной и культурной тюрьмы был опять лишь в звуках. И я немел, как тогда, когда надевал на себя принесенные мне ходячие истины. Теперь мне сменились они сюртуками, да, пожалуй, еще перекрахмаленным термином, над обилием которого фыркал в плечо мне лопатин «Хо-хо, ничего не пойму». Чтобы поняли, надо кричать. Как меня обманули. Что значило назвать имена «ща» и чудища, скрытого в недрах капитализма? Это значило назвать имя неназванного Азефа. Это значило выявить всем насильникам мое отношение к режиму насилия, все взятое вместе мне, а бессиленному неравной борьбой невозможно. Вот какие мысли курились в минуты, когда за стеной звучало мне «Реквием Моцарта». А со стены из зеленого зеркала неотрывно глядело все то же худое, зеленое мое же лицо. Самопознание тяжело. Так 906 год, год безумий, борьбы, до пролития крови своей под ножом оператора, стал медлительными годами меланхолического уныния, которые от всех я скрывал. Раздавались звонки, и кто, почитатели, спрашивать о смысле жизни. В 1908 году горничная отвечала «Видеть нельзя». Приходил вечер, а с ним опостылевшая повинность тащиться на кафедру или в кружок, защищать дело Брюсова, или в дом песни ратовать за Дальгейма, или в эстетику, обличать журналистов. А кого обличать, коли неназываемы ничьи имена в жалких средствах понятий? Режим бреда и ужаса господствовал над понятиями штыками и пушками, застенками, кандалами, развратом, повальным плясом, повальным пьянством, повальным картежничеством и похабством неприличных фотографических карточек, продаваемых в каждом пищебумажном магазине под покровительством московской полиции, видевшей в этом средство отвлечь молодежь от общественности. Встав с дивана, натаскивал я на себя свой крахмал, и сюртук шел на новый скандал. Одетый в теневой сюртук, обвитый роя меланхолий, я всюду был, и был я звук неугасимой темной боли. Бросал я желчный голос свой в дома, в года, в пространство, в зори, в гром переполненных толпой бунтующих аудиторий. Нелегко было перепереть через этот трудный период. Ломались мои отношения со многими. С 1901 года углубилась дружба моя с Соловьевым, а встреча с поэзией Блока, знакомство с Валерием Брюсовым, Гиппиус, Мережковским, влияли на стиль отношений к жизни. И также влияла внезапная дружба с Меттнером, Элисом, Эртелем, с Батюшковым, сближение с Владимировым. К концу семилетия я в оппозиции к Блоку. Владимиров, Батюшков, Эртель отходят, в душе мои Мережковские перегорели уже. Я письмом к Мережковскому силю себя отделить от него. Еще с Брюсовым, с Меттнером, с Соловьевым дружил я по-прежнему, но с 1909 года линия деловых отношений с Валерием Брюсовым уже идет на убыль, я отхожу к Мусагету, а он к реформируемой русской мысли. С тех пор пересекаются наши пути, и пресекаются все сношения с Эскорпионом. А летом 1909-го первое недоразумение с Соловьевым, идеологически мы друг от друга отходим, в 12-м он не приемлет позиций моих, отношения с Меттнером ряд черных кошек, подготавляющих мой разрыв с Мусагетом и Селлисом, вскоре я рву окончательно с Меттнером. Кроме того, предыдущее семилетие окрашено мне отношениями Сен, потом Саща, а последующая есть встреча с первой женой. Наш отъезд за границу, жизнь там четыре года. В первом семилетии отношения с Блоками терпят фиаско, а во втором по-новому укрепляется связь моя с Блоком, но это связь не связь жизни, идейное, неприятие интеллигенции и одинаковое отношение к предчувствию революции. Так, 908-й год есть рубеж отношений со многими, и переход от одной тональности жизни к другой, утрачено недавнее прошлое и нет еще будущего. Блок и я В марте 1907 года вернулся я в Москву из-за границы. Все отношения с Блоком оборвались. Непонимание его поведения получило возможность определиться в критике мной его лирики. Критика совпала с началами его широкой известности, как певца-благанщика и незнакомки. Последствия операции располагали меня к желчным выходкам, но в них увидели лишь резонерство. Бывало, говаривали Белый и Блок, а теперь подчеркивали Брюсов и Белый. Разошедшийся с Блоком Сергей Михайлович Соловьев шел гораздо дальше меня в отрицании Блока. Брюсов в лице меня, Элиса и Соловьева, теперь приобрел убежденных соратников. У Соловьева, едва оправлявшегося от тяжелого ревматизма, я часто бывал. По приезде в Москву я застал пригвожденным кадру его, но он смеялся с трагическим юмором. Тебя резали там, а я здесь вот свалился, дошли мы до точки. Сгорел его дедовский домик, где столько и переживали мы. Прошлое также сгорело, как дедовский домик. Что было для друга развеянным пепелищем, во мне оседало стихами из пепла, а в Блоке нечаянной радостью. Кое в чем перекликнулся он с моим кубком метелей, слагаемым в Мюнхене и в Париже, в те дни, когда Блок в Петербурге слагал свою маску. Мой друг предложил провести это лето с ним, только не в Дедове, где уже не было места. Его новый домик был в стройке, и, кроме того, у обоих испортились отношения с Коваленскими. Так мы сняли пустующий домик, неподалеку от Дедова, в сельце Петровском. Домик одной стороной стоял на опушке зеленого леса, другой глядел окнами. На синий прудик с деревом, в котором гнездились огромные шершни, влетавшие в окна, грозил их укус. Лето было дождливо, туманно и грустно. Снедала нас грусть, а далеком былом мы прислушивались к тишине летних сумерек. Какая тишина, как просто все вокруг, какие скудные, безогненные зори, как все придешь и ты, мой друг, мой бедный друг, к чему ж опять в душе кипит волнений море. Прошли конец мая, июнь. В первых числах июля Сережа уехал лечить свои ноги на юг. Я остался один. Думы, желтые шершни, погнали в Москву меня, где окунулся я тотчас в весовские злобы, в политику перевала, в газетные фильетоны и в ссоры с Руном, с Меттнером, с Тражевым, мной описанными в предыдущей главе. И, между прочим, тогда же и Блоку послал я письмо, обвиняющее поэтов по творстве Н.П. Ребушинскому в происках перед писателями группы знания. Тотчас же пришел бешеный по тону ответ его с вызовом меня на дуэль. Но повода не было для меня принять его вызов, как в прошлом году, когда я вызывал его на дуэль. Это письменно я ему объяснил, и он вынужден был со мной согласиться в ответном письме, положившем начало, и мирным переговором между нами, окончившимися его приездом в Москву. Смотри пространственные письма Белого к Блоку от 10-11 августа, 11-19 августа, и письмо Блока к Белому от 15-17 августа 1907 года в подробностях, затрагивающие обстоятельства конфликта и литературные коллизии, этот конфликт стимулировавшие. Приезд Блока в Москву состоялся 24 августа. Наиболее подробно Белый описывает его и 12-часовой разговор с Блоком в воспоминаниях о Блоке. С нетерпением оба с матерью ждали его. Всеми раздался звонок. Я пошел отворять. Он с пальто на руке, в черной паре и в шляпе с полями конфузливо встал на пороге, не решаясь войти. Не казался враждебным, как в нашем последнем свидании. Детские доверчивые голубые глаза посмотрели с прищуром, за шапку схватя споклонился мне. — Здравствуйте, Борис Николаевич. Вместо Бори и ты, растерявшись от этого, я тоже самое. — Здравствуйте, Александр Александрович. И рукой пригласил в кабинет, дверь открыв перед ним. Он вошел и топтался, не зная, куда положить ему шапку, пальто. Ощущалась неловкость в бросаемых им из-под лоб и растерянных взглядах и в полуулыбках, и в том, что не сразу коснулся болезненных тем разговора, дуэли и прочего, и водворилась между нами несвойственная церемонность с готовностью идти навстречу в пустяшном, чтобы дать отпор в главном, коли о него мы споткнемся. Казался большим, неуклюжим в моем кабинете. Он был в нем впервые, ведь в прежней квартире встречались мы. Он его обминал, как пес сено, сперва походив по нему, после, садясь предо мной, локтями склоняясь на стол, вынул свой портсигар закурить, и опять его спрятал, взяв в руки зеленую пепельницу, и, крутя, ее ждал моих слов с терпеливой серьезностью. Я же медлил, и вдруг непосредственно вырвалось, рад его видеть простым и естественным. Он начал сам. Объяснения пустяки. Если главное между людьми занавеситься, то объяснения только запутают. Этим как бы сказал, что приехал мириться со мной. Объяснения наши сложились под знаком доверия, помнились внешние вехи четырехчасового разгляда причин нашей ссоры. Доказывал я, что в поступках его есть нечеткость молчания. Он терпеливо выслушивал это, и, выслушав, силился мне объяснить, что в его немоте прошлых дней со мной была боль, не утай. В основном была спутанность отношения между нами и третьими лицами, и он просил изолировать отношения наши друг к другу, не ставить их снова под знак третьих лиц. В этой просьбе его был ответ на запрос мой к нему, ведь молчанием своим прошлогодним он связывал ща и себя в один узел со мною. Но этого я не сказал ему. Он же меня упрекал. Я где строил химеры о нем? Я не видел его. Но химеры возникли, когда он со мной замолчал. Не он ли не хотел со мной объясняться, подав повод подумать, что он есть источник двусмысленного поведения тех третьих лиц, о которых сказал он теперь очень внятно, не надо их впутывать? Этого я не сказал ему из деликатности. Он же прибавил, когда нет доверия к жесту поступков, слова не помогут. Я не соглашаяся с ним слушал молча, я понял, что в прошлом году он со мною не мог говорить, теперь мог. Это значило, в прошлом году он не шел мне навстречу, а в этом пошел. Оттого и разбор недомолвок был легкий, с улыбкой мягкой и доброй, бросаемой мне. Я видел решение стяжбую кончить. Он только настаивал роль Соловьева ему непонятно. Я пылко отстаивал друга, доказывая в свою очередь, не Соловьев нас поссорил, а ща, и вторично решили мы, в будущем будем лишь верить друг другу, и руки пожали друг другу. Потом перешли к полемике. Я постарался ему дать отчет в отношении весов к пресловутому мистическому анархизму. Он мне заявил, что последний ему весьма чужд, он есть сам по себе, Чулков сам по себе, неприлично полемика Эллиса. Я возражал. Все же публика видит не так его, и указывал на заявление Чулкова. В заявлении Иванов и Блок причислялись к мистическим анархистам, и Блок взволновался. Я же настаивал, почему он не скажет печатно о своем несочувствии к заявлениям этого рода. Вскоре явившееся заявление Блока в весах было следствием разговора со мной. Долго я выражал порицание петербуржцам, Иванову, Городецкому и так далее. Он возражал, ведь и мы не безгрешны. Во всем подчиняясь Брюсову, я защищался, весы — это группа, а вовсе не Брюсов, да группа загипнотизированных, убежденными бросил он. И перешли к обсуждению ссоры с Руном. Я доказывал, появление в Руне петербуржцев штрейкбрехерства, явно сорвавшее нашу попытку узду наложить на Энпери Бушинского, Блок возражал. Мы ушли из Руна после ссоры Валерия Брюсова с этим последним. До ссоры с ним Брюсов мирился, но я не сдавался. А в чем корень ссоры? В том, именно, чтобы прилично поставить журнал. Так во многих вопросах журнальной политики мы разошлись и решили, что мы в разных группах и в них, оставаясь мы, будем друг друга всегда уважать. В разговоре опять перешли незаметно друг с другом на «ты». Уже было одиннадцать ночи, когда мать нас вызвала к чаю и было за чаем уютно втроем. Блок смешил юмористикой, часов в двенадцать вернулись опять в кабинет, говорили о личном. В четыре утра Блок поднялся и мне предложил погулять. Я его провожал на вокзал. Его поезд шел в семь, как мне помнится. Медленно шли по светавшей Москве. Лис вокзала сидели в извозчий чайной за чайником, после разгуливали по перрону. Поезд пожали друг другу сердечностью руки. Он на прощание сказал еще раз, никому не позволим стоять между нами. Свисток поезд тронулся по направлению к клину, сходил на подсолнечный. Так сердечно окончился двенадцать часовой разговор от семи до семи. В нем не все для меня разъяснилось. Остались неясны детали вчерашнего поведения Блока, но было ясно одно, он отныне хотел быть со мною отчертливым, на прошлом поставил я крест. Им зачеркнуто в принципе ща для меня. Оставаясь в разных сражавшихся станах, мы все перекликнулись дважды до встречи. Во-первых, Блок сам напечатал в весах свой отказ от Чулкова, и во-вторых, мы сошлися в симпатиях к Леониду Андрееву. С этим последним встречался в Москве я, а Блок в Петербурге. Андреев, вернувшись в Москву, поделился со мной впечатлением от Блока. С Андреевым скоро мои отношения окислились. Помнится, что в сентябре на гастролях театра Комиссаржевской смотрел балаганщик и удивлялся великолепнейшему оформлению спектакля. И все же писал я в газетах, что сомневаюсь в возможности существования театра символов. Блок соглашался со мной и в этом. Комиссаржевская передавали, читала внимательно оба мои фельгетона. Тем временем в Киеве устроили вечер нового искусства. Приглашены были я, Соколов, Иван Бунин. В последнюю минуту Бунин остался в Москве. Я просил телеграмму Блока участвовать в вечере с нами и получил телеграмму ответную еду. Устроители встретили нас на вокзале и сразу же понял я, вечер дешевка, перепугал стиль афиш, а уже расхватали билеты. Громадное помещение в оперном театре, в котором должны были мы выступать, не на шутку пугало, и кроме того, я бронхитом страдая охрип, Блок еще не приехал. Приехал в день вечера, он чуть сконфуженный, и уверял киевляне где нас погонят с эстрады. Остановился со мной в одном коридоре отеля, раскладывался, сняв пиджак, он намылил лицо, руки, шею и брызгался, перетряхивая волосами, ко мне повернул добродушно намыленное лицо свое. Думаю, кончится тем, что погонят с эстрады. За чаем сказал, я ведь ехал к тебе не на вечер. И вот наступил час позора, карета за нами приехала с распорядителем, Блок сев в карету стращал, привезли и протащили сквозь давку кулисам, вот и фанфара оповещающая о начале. Я вышел на сцену и закарабкался на какой-то высокий помост, на котором поставили кафедру, оповестив о заданиях нас, символистов вступления к вечеру, был награжден тремя нищенскими хлопками, сконфуженно смолкшими, в точно вещающей нам тишине провалился. Блок с перетерянным видом прочел незнакомку и тоже молчане. Тут Соколов взревел своей звонкой трескучей чушью. В Киеве говорили красивый мужчина, таким он прослыл среди киевских дам. Через день в том же Киеве я читал публичную лекцию, в ночь перед нею со мной случился припадок, я думал начало холеры, гуляла она, одевшись я бросился к блоку, он лег уже, что, до начала холеры. Он сел на постель и открыл электрический свет, наблюдая меня. Нервный припадок, останься со мною, садись, я сейчас, и он стал одеваться. Ко мне подошел, взяв за руки, тер их, я думаю, доктора незачем звать, мы с тобой просидим эту ночь, я тебя одного ни за что не оставлю в таком состоянии. И не забуду я ласки, которой меня окружил он. Перед ним разливался словами, он слушал меня, бросив ногу на ногу, вращая носком и склоняясь щекою на руку. И во всей его позе увиделась прежде ему неприсущая мужественность, видно, многое он перестрадал. В память врезался профиль, нос выгнутый, четкий, лицо удлиненное, четкая линия губ, аполоновский профиль. Вздохнув, он сказал, тебе трудно живется. И вдруг, знаешь что, едем вместе со мной в Петербург, я к тебе ведь приехал, но почему бы тебе не поехать ко мне? Почему не поехать, а ща? Решено, едем вместе. Но я осторожно коснулся весьма деликатного пункта, все глупости, едем. И понял тут я. С тем ехал в Киев чтобы звать меня. Он уговаривал, я поддался. Что касается лекции, то он советовал вовсе ее не читать, а билеты распроданы. Ты читаешь по рукописи? Да, прекрасно, прочту ее за тебя. Так решили. Уж солнце вставало, и он настоял, чтобы я шел к себе и разделся. Меня проводил, посидел у постели с покуром, потом, не ложа, спринялся изучать мою рукопись, чтобы не запутаться в чтении. Мог он меня заменить, коль не белый, так блок. Мы для публики были в те годы вполне заменимы. Я к вечеру справился с недомоганием и решил сам читать. Все же за мной в этот день он ходил по пятам. Сидел в лекторской рядом, сюда тащил чай, сел при кафедре, зорко следя за моим выражением лица, чтобы меня заменить, коле что. Эта лекция прошла с успехом, с нее мы поехали на вокзал, вещи были отправлены прежде, он кутал мне горло, следил за вещами. Попавши в вагон, мы свалились, как мертвые, ночь предыдущая прошла без сна, и лишь к двум часам дня мы, проснувшись, попали в вагон ресторан. Там весь день просидели за тихой беседой, глотая рейн-рейн, в окна сейла дождиком, там проносилась Россия, огромная, сирая, жалкая. Утром же были мы в Питере, лично отвез он меня в отель Данглетер, провел в номер, тебе будет близко отсюда ходить к нам, ну, я иду к Любе, а ты к нам часа через три заходи, будем завтракать. Блок жил тогда на Галерной в угольном доме, полувыходящем на площадь, в которую упирается Николаевский мост во дворе. Любовь Дмитриевна вовсе не удивилась явлению моему в Петербурге, она прежде и тихая, затороторилась с нервностью и аффектацией, преисполненной суетой. Александр Александр же был охвачен заботами, не до меня. Жизнь супругов текла по-иному, они разлетались, собирая за чайным столом, за обедом, и вновь разлетались. Казалось, ЛД улетает на вихре веселья от жизни с АА, увлекавшегося артисткой Волоховой. Он был очень порывист, красив, в сюртуке с белой розой в петлице, закинутой головой, с чуть открытым в полуулыбке ртом над пышно повязанным черным шелковым шарфом. ЛД говорила, «Переезжайте к нам здесь будет весело». Слово «весело» наиболее часто встречалось в ее лексиконе, несоответствуя моему тогдашнему настроению. Помню лицо АА, строгое, с вытянутым носом, в тенях, когда он читал меня над преснутым голосом, «И боли всех больнее, боль вернет с пути окольного». Он увлекался всецело театром. Два раза мы были с ним у Комиссаржевской, раз вез он смотреть балаганчик меня, но сперва затащил он в буфет пить коньяк, и меня удивил, опрокидывал рюмку за рюмкой, и стало мне ясно, что боль запивает, он был насквозь боль. Другой раз были мы на премьере, как помнится Пеляса и Мелизанды, его наблюдал я издалека в фойе, он стоял у стены и помахивал белой розой, с какой-то дамой на него нализавшей. Он вскинул глаза в потолок, обнаруживая прекрасную шею с надменной полулыбкой, которая у него появлялась в то время, и так к нему шла, вырисовывался тонкой талией на светлом фоне, и шапка дымящихся, точно курчавых волос гармонировала со слегка розоватым лицом. Став, блуждал он глазами, как будто кого-то ища, не внимая прилипнувшей даме, и вдруг во что-то впериаясь, переменился лицом, и откланившись с дами, он быстрыми молодыми шагами почти бежал сквозь толпу, развиваясь у ртук, может, издали видел он Волохова. Он напомнил мне портреты Оскара Уальда, куда делись скромность и детскость в тот вечер, совсем светский лев. Иногда мы сидели у блоков в компании, он, Веригина, молодая артистка, дружившая с блоками, Любовь Дмитриевна, Волохова и я. Волохова была тонкая, бледная, с черными, дикими и какими-то мучительными глазами, с худыми руками, с поджатыми крепко губами, с осиной талии, черноволосая, сдержанная, во всем черном она импонировала. Александр Александрович ее явно боялся, был дико почтителен с ней. Встав, размахивая длинной черной перчаткой, она повелительно, но очень тихо ему что-то бросила, он ей внимал, склонив голову, руки по швам. Ну, пошла. И шурша черной юбкой в переднюю. Блок в той же позе за ней ей почтительно подал пальто. Было в Волоховой для меня явно что-то лиловое. Может быть, просто она уходя опустила со шляпы вуалетку лиловую. Появлялся порой Ауслендер, с которым носились артистки и даже ЛД. Он ломался, картавил, изображая испорченного младенца, был в плюшевой, пурпурной мягкой рубашке, и во мне создалось впечатление. Дамы готовы оспаривать честь, на колени сажать себе томного изощренного Бэбби и даже кормить его грудью. Признаться, сказать, сочетание красного плюша, зеленых кругов под глазами с истасканно бледным лицом вундеркинда, а у Слендера было весьма неприятно. Уж давно вызывали в Москву меня. Блок утверждал, что Москва мне губительна, Брюсов меня где затащит в политику группочки, Элли, Срачинский где только не рвят меня, переезжай сюда, Боря. Истерика там у вас развелась. Здесь ее не было. Уж я не знаю, кто лучше Ауслендер или Брюсов. И я, чтобы реже общаться с первым себе, выбрал участь быть с Брюсовым и не раскаиваюсь. Встреча с Блоком в действительности оказалась лишь радугой, предвозвещавшей о встрече, а вовсе не встрече еще. Предстоящая новая встреча осуществилась три года спустя. Встреча ж 1907 года скорее была ликвидацией личной драмы между нами. Ее корень вырван был, правда, но разность во мнениях, в бытах, в обстаниях все же перевесила готовность нас лично друг с другом дружить. Я, москвич, был притянут деталями умственной жизни тогдашней Москвы, столь отличной в своем модернизме от модернистических пошибов в первой столице и искренне не понимал дружбы Блока с людьми мне враждебными, сам дружась с теми, кого Блок не мог выносить. Так судьба отношений была этим предрешена, социальные факторы все же перевесили личные. В ноябре 1907 года я снова пожил в Петербурге, но с Блоком почти не встречался, ему было не до меня мучительное отношение с женой и с Волховой, мне же не до него, и опять имел встречи со Ща, я, как Фома, так и палец вложил в рану наших мучительных отношений, и я убедился, что суть непонятного в Ща для меня в том, что Ща понимания не требует, все слишком просто, обиднейше просто увиделось в ней. Я-то последнее мое правдивое слово к Ща кукла. Сказав это слово, уехал в Москву, чтобы больше не встретиться с ней. Все же мы встретились лет через восемь, и даже видались, обмениваясь припустыми словами. Вопрос был решен. И, стало быть, надо было при встречах с приличием лишь отбывать разговор, как при даме известно, что их пропускают вперед, подают стуло им. Поводом же к прекращению общения с Блоком служила неосторожен написанная мною статья о трех драмочках Блока. Он страшно обиделся на очень резкую форму статьи, об условленную ситуацией нашей полемики с литературной группой Блока, не обменялись мы после нее ни единую строчку и перестали встречаться. Передавали мне, что Блок нещадно ругает меня, отзываясь о нашей полемике. Гадость. Статья обломки миров о лирических драмах Александра Блока была опубликована в Весах в 1908 году, номер пятый. Разрыв отношений между Блоком и Белым, однако, произошел до опубликования статьи обломки миров. 24 апреля 1908 года Блок отправил Белому письмо, в котором выражал резкое неприятие его четвертой симфонии «Кубок метелей». В ответном письме от 3 мая Белый заявлял, «Ввиду сложности наших отношений, я ликвидирую эту сложность, прерывая с тобой сношения, кроме случайных встреч, шавчного знакомства и прочего, не отвечай. Всего хорошего». Александр Блок и Андрей Белый переписка страницы 231-232 Без личных разрывов и без уговора опять мы при встречах не кланялись. Встретились раз мы на вечере памятниками Соржевской. Чулков, Блок и я случай в лекторской свел нас в минуту, когда пустовала она. Кроме нас никого. Мы приглупо шагали на сописа. Блок и Чулков по взаимно перпендикулярным стенам и аж по диагонали. Блок, кажется, был в это время в разладе с Чулковым, не только со мной. Я был в ссоре с обоими. Мы, не подавшие друг другу рук, мрачно шагали. Вот вышел Блок на эстраду. Чулков и я, вероятно, из чувства корректности, вышли за ним. И толпа придавила спиною к Чулкову меня. Это стиснутость. До ощущения тела была столь глупа, что я вдруг повернулся к Чулкову. Георгий Иванович, не желаете ли со мной объясниться, тот с вежливой твердостью, я предпочел бы Борис Николаевич не объясняться. Мы встретились лет через семь с Блоком ранее. Все-таки двенадцатчасовой разговор мой с поэтом через голову нас разделивший трехлетки считаю окном в будущее отношений не омраченных ничем уже. Об этом ниже. Брюсов и я О Брюсове смотри начало века. Прояснились мои отношения с Брюсовым. Он антипод во мне Блока, и тот же все солнечный луч освещает ландшафт жизни Брюсова, перебегая от места в душе моей занятого Александром Александровичем Блоком. Напомню, что первая встреча с поэтом в Москве происходит тотчас после полного помрачения отношений с Валерием Брюсовым, только что фигура последняя увиделась ярко, протягиваясь с улыбкой и открывая двери в литературу, и вдруг в этом месте души встал туман, среди которого какая-то тень, а не Брюсов, стояла зловеще. Как бы возмещая его, предо мной явился солнечный Блок, я к нему притянулся. И вот наступает период, когда между мною и Блоком упала тень ща, то совпала как раз ликвидация и путаница между мною Энн и Брюсовым, и непроглядным туманом окутан мне Блок, тот же солнечный луч, освещавший нас вновь передвинулся к Брюсову, образ его засиявший добреет, теперь не боится уже он влияния моих на несчастную Энн, ему ставшую, в ту пору весьма-весьма близкой. Наибольшие близости отношения Брюсова и Петровской достигали в 1905-1907 годах. И, кроме того, обрекала судьба на сноплавание, миноносец весы пускал мины в эскадру журналов, я был офицером команды его, Брюсов был капитаном, нужна была четкость между нами, и, кроме того, Брюсов мне потому говорил, что являл в эти годы собой удивительное равновесие. После и до никогда не был он так красив, четко выкруглен в каждом своем выявлении, в себе сочетая уверенность с мягкостью, мало присущиму, он не выглядел дико дерзающим Брюсовым, точно присевшим в засаду, чтобы неожиданно выкинуться на тебя, казался спокойным. Поэтому в расцвете таланта, физических сил и ума, нас пленял своим мужеством, стойкостью и остротою подглядов феномен искусства и трезвою практикою, позволявшей ему управлять мононосцем весы, ведь последствия злоупотребления морфием не сказались еще, и не выявилась еще загубившая страсть покорять и какую угодно ценою господствовать над кем угодно, тот спорт его скоро довел до азарта. Под ноги свои покорять седовласых, дряхлеющих кариатит ему чуждых во всем, он над ними смеялся в интимной беседе, но именно в силу того, что они далеко от него отстояли, ему было лестно, взымаясь с них дань уважения держать хваковых, что толку в ценителях, эти и так в полонении, спорт в покорении старцев поздней сослужил ему очень плохую услугу. Неравновесие подчеркнулось в нем скоро, пока же ход жизни его нами виделся взвивом к зениту грохочущей фаэтоновой колесницы, взлет в классические небеса с превращением личности Валерия Яковлевича в пьедестал для поэта пленял. Стремление выдвинуть Брюсова крепло и потому, что нам нужно было, чтобы его так именно воспринимала публика. И потому, что очаровывать нас из недели в неделю, из месяца в месяц, поддерживая личное очарование частыми забегами, всегда ненароком ко мне, к Соловьеву, к Элису, предлог корректуры или предложение рецензии, над корректурой и над рецензией с дымком папироса взлетал разговор о поэзии, символизме и лозунгах школы, если уж таковой быть угодно, угодно его выражение, с лукавой улыбкой, сияя глазами, откидывался он при этом, цепко ухватываясь руками за кресло, качаясь корпусом, делалось преуютно от знания, что он понимал, никакой школы нет, лозунг им у меня взятый, взамене им своего недавнего тезиса символизм, как именно школа, моим, тонкая игра в непритязательности признания меня, как теоретика группы, он шармировал переливами всех оттенков ума от трезвой четкости до лукавейших искр шаловливого смеха. Бывал звонок и громкий голос передний «Борис Николаевич, я к вам на минуточку». Отворялась дверь и протягивалась его голова в широкополой шляпе с лицом дышащим и здоровьем и силой, с заостренной черной бородкой глаза прыгали, как мечи, со стены на тебя, с тебя на письменный стол, быстро учитывая обстановку и выражение лица, и листы бумаги, и поворот кресла, и новую книгу на маленьком столике, и количество окурков, и клубы дыма, он делал вывод. Ага, курил, был мрачен, писал рецензию для весов, читал Бальмонта, и все это, учтя, вводил в первом же слове беседы тональность, ответствующую твоему настроению. Эта приметчивость придавала незначащим его репликам пленительную отзывчивость под форму сухости, и ей противостоять было трудно. Фраза звучала порой комплиментом тебе. Очень часто в пальто, в шляпе, с палкой в руке, в дверь, просунувши голову, он открывал в кресле лысину Эллиса, ах, Элев Львович здесь. С несколько искусственной паузой и с несколько искусственным юмором, разводя руками и пожимая плечами, ну уж придется раздеться. Мы, бывало, как школьники, вырывали из рук его палку и шляпу, он, стремительно сдернув пальто, развертывал носовой свой платок, стереть с усов сырость, и сжавшие пальцы, прижав их к груди, точно ими из воздуха что-то выдергивал, он порывистыми шагами из двери, раз, два и три, руки быстро выбрасывали, чтоб схватиться за кресло, над которым он, выгибая корпус, раздельно докладывал о причине внезапного появления, но Элис выпаливал шуткой в него, и он дергал губами, показывая свои белые зубы, улыбка, глаза, оставаяся грустными, продолжали скакать по стенам, по предметам, с меня на Элиса, с Элиса на меня, он парировал шутку и, отпарировав, дергал губами, кланяя с кресла, которое он сжимал, и возникал софистический спор. В нем он бывал непобедимый искусник, спор возникал из защиты им неубедительного на первый взгляд парадокса. Словесно он побеждал всех, во всем, если его, бывало, не взорвет бомба Элиса в виде внезапного изображения в лицах разыгранного парадокса. Бывало, Элис ногой на кресло, рукой к потолку, а глазами в пол изображает блока, сжигаемого на снежном костре, такова была строчка блока, и Брюса в сраженной экспрессии позы, как раненый падает в кресло, бросивший ногу на ногу и вцепя с руками в коленку, припавший к ней носом, бородкой, хохлом, красной, а даже не хохота, а сиплого кашля, кхо-кхо, бросит «Вы победили, Лев Львович, меня». Только Элис один извлекал этот даже не хохот, а кашель, а то вместо хохота уксус улыбки или мгновенная оскала слепительных белых зубов, глаза строгие, грустные, я не видел у Брюсова смеха, вместо него дерг улыбки, а в исключительных случаях лающий кашель кхо-кхо, вызываемый Элисом, за что последнему прощались грехи. «Удивительный человек», мне говорил Брюсов, и вдруг взморщив лоб, как обидец, «а что написал опять? Плохо, ужасно». Нахохотавшись над фильмою Элиса и бросив веселую тему, он бывало пускай и дымок начинал воркотать, не то гулькать, не то клохтать. Он представлялся обиженным и безоружным. «Они обо мне вот что пишут, они петербуржцы, чулков, тоствен изруна, Айхенвальд и так далее». Посмотреть так мороз подирает по коже. Такую казанскую сиротою представится он, что его оскорбивший Ю и Айхенвальд, если б видел его в этой позе, наверное, б кинулся, став красной шапочкой слезы его утирать, и тогда б последовало ргам, и где голова Айхенвальда? Съел красную шапочку волк? Это все знали мы. Но вид Брюсова, жалующегося на беспомощность, в нас вызывал потрясение и вызывал механическое возмущение. Мы, потрясая руками, громили обидчиков Брюсова. Он, изменяясь в лице, нам внимал во все уши, и выражение обиды сменялось в нем выражением радости. Он ослаждался и делал вид лишь, что был он в восторге. Картиною декоптированного противника он начинал нам показывать зубы, и даже став красным, как рак, начинал он давиться своим жутким кашлем, схватя за коленку, и после с блистающими бриллиантовыми какими-то огнями больших черных глаз он выбрасывал руку от сердца мне, Эллису, вот бы вы это написали в весах, мы отложим весь материал, пустим в первую очередь вас, превосходно, чудесно, и мы обещаем бывало, а в результате Иванов скрижащит зубами пять месяцев, блок же заносит в своем дневнике, отвратительно, точно клопа раздавили, а Брюсов нас бархатно обласкавший глазами, пленит, уходя парадоксом, нарочно придуманным им и мы долго еще шепчемся с Эллисом, Эллис хватает руками меня, гениально, достойно иссечь выражение это на мраморе, как он при этом рукой схватил пепельницу, а как дергал губами, как высморкался, в результате ж я с кафедры в уши бью публики, нет иного бога, кроме символизма и Брюсов пророк его, Эллис еще раз обходит всех Астровых, сесер Цветаевых, знакомых партийцев, почтенных судейцев и Рубановича, Сеню с напоминанием, нет иного бога, кроме символизма и Брюсов пророк его. Брюсов же бывало, нам дав свой заказ под утонченной формой искреннего удивления, нам вдруг спохватится, схватываясь рукою за лоб, как уже три часа в два меня ожидали у Воронова в типографии, скочит и сунув нам руки скрепчайшим пожимом в переднюю, молниеносно надето пальто и порывисто схвачена палка и след простыл. Так вместо блока в те годы передо мной стояла переосвещенная фигура Брюсова, приняя воображение рельефом деталей, он их выбивал как на мраморе в поте лица и детали гласили нам «умница», мысль, что та умница крупный поэт поддавала лишь жара. На заседании в редакции неформальное отношение к редактору в нас высекали воинственный пыл, а эти внезапнейшие появления его у меня, Элиса, Соловьева, вплоть до его явления в Дедово, где он пленил всех, в эти годы бывал он у Н постоянно, она же жила на Арбате, то есть в двух шагах от меня, очень близко от Соловьева и недалеко от Элиса. Эти бывания у Н он использовал и для захода к сотрудникам, до нее или после нее, появясь ненароком и схватывая на лету все нюансы моих настроений. Игрой ума нас редактор пленял, и заказ в нас сходил неожиданно, как осознание собственных мыслей, он имел интуицию знать, что из нас извлекаемо, трудолюбиво работал над психикой необходимых сотрудников, он и в этом жесте мне напоминал Поливанова, тот был педагогом-учителем, этот был педагогом-редактором, он притворял в яркий ритм самый темп публицистики, многие думали, бедно им суждено нести Иго, раздавалось по нашему адресу часто клевреты, и не понимали, что Иго его было легко, так что и лай наш в сознании нашему подавлялся лирической строчке. Когда ж стал заглядываться он на русскую мысль, и весы ему стали лишь бременем, то перестал в отношения с нами он вкладывать свой тонкий шарм, он потух для нас, как и весы, донхихотством ненужным увиделась вся полемика, и кизилеттер глаза свои выпучив на него, в это время с тупою почтительностью передергивал бородищей, таким его видел в редакции я о русской мысли, в той самой комнате, где сотрудников принимали, сидя вдвоем кизилеттер и брюсов. Метнер и я В это мрачное время меня ожидала и радость. В Москву перебрался на жительство Метнер. В начале века я описал нашу первую встречу, которая в жизни моя отложилась событием. Быстрый отъезд из Москвы его не оборвал яркой дружбы, которая теплилась несколько лет в переписке. С четвертого года я с ним не видался, когда он явился в Москву, я был в Мюнхене, куда он ехал. Когда он был там, я уже был в Париже, оттуда вернулся в Россию, он прожил в Германии до декабря и явился внезапно на мою лекцию о Фридехе Ницше, с громким задором мне бросил в ладонь свою руку, показывая волчьи зубы. Я прямо с поезда и точно в омут, черт возьми, у вас верх ногами поставлены все проблемы классического нитшанства, послушали б немцы вас. И отмахнулся он с хохотом. Москва, Москва, я вращался в различных культурных кругах нитшанцев, анти-нитшанцев, там все расчленено и ясно, у вас хаос стреляет ракетами, я не о вас, о Москве, что касается вас, то, наверное, б немцы чихали, завтра увидимся, я у папаши. И, покинув меня, с тем же бурным задором он бросился с лестницы, запахиваясь великолепную шубу свою с тонкой талией и с меховым пышным воротом, обернувшись со шапку сорвав, он блеснул мне зубами. Как и в первой встрече мелькнула сквозь радость, как будто угроза далекая, как вспых зорницы зеленый. В словах о Москве, стреляющей диракетой из хаоса, прозвучала старинная тема его раздвоения. Как будто в одном отношении мы впереди, а в другом мы отчаянная бескультурица, взывающая к распашке ее томами немецких исследований, надо де выстроить башню из них. И на башню ракету поднять, пусть себе фонарем освещает проспекты культуры, проповедовал метно. Геллерторство, но не с геллерторским, а с романтическим пылом. Эта тема его поднимала во мне тему некой неясной судьбы между нами. Поэтому припоминаю, на этой же лекции вслед за встречей с Э. К. произошла неожиданная моя встреча и с Ассей Тургеневой, жившей в Брюсселе, и появившейся тоже внезапно в Москве. В будущем моем разрыве с Э. К. она играла роль разъединительницы. Мэттнер видел в моем отношении к ней выявление темы враждебной ему, темы себя и жившей культуры, мне гибель найдет. Это высказал он ей в глаза, с максимальным признанием ее крупности. вы источник разрыва меж мной и Б. Н. Встреча с Ассей в тот вечер не зацепилась из-за сознания, а встреча с Мэттнером переполнила радостью. Начались посещения Гнездяковского переулка, где остановились супруги Мэттнеры. С этого времени я бегу в Гнездяковский, свободное время деля меж Мэттнерами и Дальгеймами. Квартира Мэттнеров глядела окнами в окна квартиры Дальгеймов. Он жил против них. Тогдашние культурники москвичи делились резко на немцев и на французов. Дальгеймы являлись центром французских традиций культуры, дом Мэттнеров центр удобрения хаотических москвичей германизмом. Дружба с Дальгеймами, с Мэттнерами разрывала даже географически. Бывало бежишь в Гнездяковский к Дальгеймам, нет дома. Перебегаешь дорогу и застаешь дома Мэттнера. Он тебе в уши Новолисом, Гельдерлином, Рихардом Вагнером, Зиммелем и Христиансеном. Бежишь к Мэттнеру, дома нет. Перебегаешь дорогу к Дальгеймам, и он тебе в уши Корнелем и Ламартином, Вильеда Лиль Даданом и Франсуа Вийоном. Позднее с Асей Тургеневой сблизился я у Дальгеймов в комнате, которая окнами глядела на Мэттнеров. Сближение это пугало Мэттнера. Позднее в квартире Мэттнеров я впервые начал подозревать А.М. Мэттнер, супруга брата, способна наше недоразумение с Э.К. обострить до не знаю чего. Ася Тургенева ей не верила, а та ее ненавидела. Это вскрылось через восемь лет. А пока в ряде месяцев ярко справляли мы с Мэттнером встречу в десятках интимных бесед и вдвоем, и втроем, вместе с Элисом, и вчетвером. Мэттнер, Элис, Петровский и я. Были буйные, искристые застольные речи. Э.К. Я и Элис бросали друг в друга каскады сквозных афоризмов, втягивая в эти игры папашу Э.К., композитора брата и многочисленное семейство. Оно нам внимало. Являлись к ужину Гедике, Гольденвейзер и Конюс. Мэттнер, общительный и любопытный, вошел очень быстро в круг наших друзей, появляясь в эстетике, в философском кружке у Дагеймов, у Элиса, у Соловьева, ни с кем не сливаясь, и даже всем противопоставляя себя, вернее, миссию, приобщать к руслам индо-германской культуры. Он миссию эту таил, но она из него выпирала. От чистого сердца старался со мной он сойтись, проникая во все заковулки сознания, с прекрасной целью меня поддержать, укрепить и взбодрить. Одновременно с большим трудолюбием строил карьеру он брата, как брата старался поставить меня, но увиденный им пьедестал, в упорстве нас видеть такими, какими поволил он нас, было много и от деспотизма, порою он силился видеть себя дирижером, стремлений друзей, становясь порой командиром, что значило, он выделывал из нас немцев, придуманных им, таких немцев я и не встретил в Германии. Немец Метнера взят был из Веймара эпохи Гетте. Германо-русские фантазии Метнера были разбиты войной, и он стал обитателем ему чуждой Швейцарии. Этот властный порыв его дружбы порой отзывался нажимом на волю, и появлялась невольная задерж, которая в нем вызывала приемы разведки по отношению к моему душевному миру, вполне инстинктивные, между течениями московской жизни он балансировал, уравновешивая кружки кружками. В таком отделении себя-то всех думал он уберечься от и его разъедавшего московского хаоса, он был слишком москвич, несмотря ни на что, и, спасаясь от хаоса, баррикадировался чемберленами, зиммелями, не понимая последние вовсе не немцы его, а скорее представители той глубокомысленной тусклости, из-под которой уже осаждались в Чемберлене фашизм, а в Зимбеле метафизика. Меттнер не был империалистом, конечно, но он, гипертрофировавши арийство, проявлял культурные высокомерия ко всему неарийскому. В Ахиллесову питу его укусывало мещанство, этот немецкий и русский был подобен русско-французу Дальгейму, а все исходящее из дома песни считал для меня и для Коли, брата, отравы. Сквозь радость свидания все это встало в нем с первых же встреч. Он прекрасно мне скрасил темнейшие годы и укрепил мое мужество, как гершанзон, только форма поддержки иной была. Гершанзон говорил, «Да наплюйте на все, затворитесь, сидите, пишите и даже ко мне не ходите». А Метнер в квартире своей разводил просто кузни какие-то, собирая всех гномов в Германии, землей, риккертов, гансликов, ковать мечи для друзей его. Он говорил, как бы мне, «Только этим мечом вы пронзите дракона, освободите Брунгильду и станете Зигфридом». Зигфрид освободил Брунгильду, убив стерегущего ее дракона. Брунгильда в символике Метнера будущая культура России. Эти речи бодрили меня до момента совместной работы с ним, воспринимая застольную песни. Метнер был невероятно талантлив в видении ее, но лишь в тесном кругу. А оставшись один, он раздваивался, грустно жалуясь, что без дарин, видя нас, преображался он в жизнерадостном, в высшем смысле и делался необходимым мне, Морозову, Элису, скольким. Скоро дом Метнеров стал ярким центром и в нем эко властвовал. Он изменился за годы, в которые мы не видались, куда делись эти длинные волосы. Лысина в четких буграх придавала лицу выражение упорства. Когда-то зеленоватые глаза стали твердыми глазками, зыбкая, мягкая, очень улыбка обернулась сатирической в ожидательной, готовой лопнуть в отчаянный хохот или вовсе исчезнуть в зажатых упорных губах. И тогда раздувались ноздри, морщина внезапно перерезала на пружинный лоб, исчезла эластичность в пружинных движениях, сменяясь четкою силой выкидываемых ног или рубящей руки с карандашком. Другая рука, подлетев из Италии, схватывалась за бок, он, откинувшись, скрикливый над садою доказывал, что музыкальная критика Каратыгина должна быть вырвана с корнем и вдруг принимался метаться меж стен и с задохом выкрикивать прямо бреды о том, что культуры в огне глазами под ноги рукой в потолок было ясно фанатик. Он был дикий рыв во все стороны, но прикрываемое стремление выглядеть уравновешенным. Только в этом моменте, будучи противоположен Брюсову, он был аналогичен ему. Порою внутренне он разрывался, восток или запад, толстой или геты, германия или Россия, искусство или философия, но, разрываясь, деспотически школил он, пестовал, взбадривал нас, свои силы ухлопывая, и не умея показывать истинных целей своих конкретно, он все ожидал, что мы выносим их, в этой ноте доверия было что-то беспомощно детское, что заставляло любить и беречь его. В ряде месяцев мы высказались друг перед другом, жалуясь друг другу на трудности жить, он заведовал музыкальным отделом руна, не дававшим возможности развернуться, нам с Элисом был уж тесно в весах, Мэттнер вскрикивал, имея такое имя как вы, писатель в Германии жил бы в собственной вилле, нет, тут надо что-то решительно предпринять, на что я жил, даже не представляю сейчас, сотрудничество в газетах, обеспечивающее материально, пресеклось, до этого сотрудничал я в руне, в перевале, в весах, такое сотрудничество длилось однако менее года, скоро вышел я из руна, а перевал закрылся, я жил на гроши, получаемые в весах, лекции я читал безвозмездно, я никогда не мог понять точно, я ли должен весам или они мне, попытки всегда обрывались, сколько вам надо, я выдвигал минимальную сумму, которая выплачивалась, отказа от выплаты я не встречал, но щедрость и сколько вам нужно в силу моей щепетильности приносила убыток книги, запепел я получил четыреста рублей и удивлялся, что много, ибо за золото в лазуре я получил сто рублей. Вообще говоря, запечатанный лист платили мне от семидесяти пяти рублей до ста, в то время как Сологубу платили пятьсот, куплену восемьсот, а Андрееву тысячу. Нет, безобразие, я отныне поставлю себе непреклонную цель, чтобы люди, подобные вам и Элису, освободились от Каббалы, в этом моя задача, ведь мог бы я быть для вас более подходящим редактором, я приложу все усилия, чтобы им стать, только бы достать денег, да и с восторгом ушел бы из руна. Меттнер полтора года ковал в планах своих мечты для совместного культурного дела и выковал мусагет. Идея этого издательского предприятия вынашивалась сравнительно долго. Еще 27 января 1907 года Меттнер в письме к Элису сообщал свою мимолетную мысль «У меня в голове, правда, несколько претенциозное название журнала, именно мусагет». В 1908 году первой половине 1909 замысел будущего мусагета неоднократно обсуждался в ходе общения и переписки Меттнера, Белого и Элиса. Вместе с тем он работал над карьерой Николая Меттнера, композитора и профессора консерватории и бывал везде, где встречались издатели, критики и так далее. Со вступлением в дирекцию музыкального общества М.К. Морозовой с приглашением Николая Меттнера к Усивицким в его издательство положение композитора окрепло морально и материально, и это было в значительной мере дело рук его брата. Но и тут встретились затруднения. Усивицкий, аннексировав Меттнера, этим его поддержав, преподнес ему Скрябина, за которым ухаживал в те годы. Меттнером таланта Скрябина при отрицании всего второго периода творчества Скрябина, а человека в Скрябине он своеобразно любил, живо общаясь при встречах с ним. Было в его воспоминаниях о Скрябине много симпатии, смешанной с юмором. Николай Меттнер, по-моему, Скрябина отрицал в корне, все же подчеркивая его единственность по сравнению с прочими, Николай Меттнер высоко ценил Глинку и поговорил Пушкина. Помнится мне встреча со Скрябином у Морозовой в присутствии Меттна. Скрябина Морозова мне всегда подносила, и, кажется, многое обо мне говорила ему. Но, кажется, мы в те годы не слишком нуждались друг в друге. Скрябин пришел позднее, ведь к необходимости пропустить сквозь себя символистов. Из нарочно подстроенной встречи немногое вышло, судя по тому, с какой утрированную вежливостью поворачивала ко мне бледная фигурочка Скрябина свой расчесанный пушистый гусарский ус, доминировавший над небольшой светловатой бородкой, в то время как тонкие пальчики, бледные ручонки брали в воздухе Н-аккорды какие-то, аккомпанируя разговору. Мизинчиком брала снота кант, средний палец захватывал тему культура, и вдруг хоп, прыжок указательного через ряд клавиши на клавиш Блаватская. Четвертую ноту не воспринимало уже ухо, воспринимались встряс хохолка волос, и очаровательная улыбка с движением руки от меня через Морозову метро к сидевшему вместе с нами ехиднейшему когеньянцу Фохту с игривом, не правда ли? Фохт рассматривал маленького маркизика с пристальным восхищением и с бешенством, но запевал он лукавым и бархатным тенором. Оно, конечно, блаватское, любопытно, не мне судить, кант, смею вас уверить, Александр Николаевич, а то немного не такс. На что Скрябин жестом пленяющим нас поворачивал голову к Татьяне Федоровне, жене, молча евшей глазами нас, и смея соглашался не смею спорить. Но оставлял в нас уверенный, что про себя он думал иначе, и было что-то веселое в торжественной светскости, его задорной бородке и пышных усах, волосы редковатые, сюртук сжимал тонкую талию, лицо чуть дергалось, морозово прыскало лукаво глазами на него, Метнер весело покашивался на меня, и у самого Скрябина в глазах таилась лукавость. Каждый про каждого знал многое из того, что не есть предмет светского разговора, и было ясно, что к личностям друг к другу мы относились с симпатией, но что нам друг с другом делать? В заключении Скрябина попросили играть. Он сел за рояль, гибко откинулся, поставил вверх выпеченные усы, взвесил в воздухе ручку, ею повращал и разрезвился на клавишах, откинувшись еще более. Впечатление от игры его, скорее, впечатление изящнейшей легкости, чем глубины, признаться, более любил Скрябина в исполнении Веры Ивановны, его первой жены, которую в этой же комнате я столько раз слушал. На прощание с пленяющей светскостью Александр Николаевич звал его посетить. Остановился он, кажется, рядом у Кусевицких. Я искренне обещал скоро зайти к нему, но эта искренность, вспыхнувшая, тут же погасла. Ни разу не поднялось во мне, надо бы пойти к Скрябину. Мы весело с Меттнером возвращались домой. Падал снежок. Меттнер в шубе с перетянутой талией и пышным воротником, такой маложавый, в ту ночь искренне веселился, размахивал палкой и оглашал ночной переулочек хохотом, воспроизводя вечер в лицах. И он напомнил мне того легкого Меттнера, который в этих же переулочках мне показывал на зарю в год выхода симфонии, теперь в качестве Зари между нами он обещал мне издательство. Через год телеграмма из-за границы оповестила меня, издательство есть, казалось, Заря разгорится, а она угасла в издательстве. В двух смежных главках даю я характеристику двух тогдашних редакторов своих, Брюссова, Меттнера. Меттнер редактор пленял меня дружбою, о Брюссове говорили, что как редактор он черств, но будущее показало, в деталях работу он менее стеснял меня, чем пленительный в личном общении друг Эмилии Меттнер. Точка перевала Хождение к Меттнеру и Гершинзону, культ Брюссова и игра в философию не угошали во мне моей боли. Между душевной периферией и центром, где звучал еще рекви, где из зеленого зеркала свешивался надо мной двойник, росла трещина. Если 1908 год был мне впадиной, отделяющей семилетие спуска от семилетия подъема, то в декабре 1908 года я пережил нечто подобное шоку. Декабрь или впечатление от последней попытки поддержать Мережковского, приехавшего в Москву. Она была для меня скандалом на докладе философа в литературном кружке и криком на Евгения Трубецкого на лекции Мережковского. Долг или личная благодарность за участие, проявленное Мережковским во время моей болезни в Париже, наткнулся на столь сильное отчуждение от всей линии Мережковского, что вслед за его отъездом я пишу ему письмо о моем отходе от него. Он молчит. Это знак, что семилетие отношений с ним выдохлось. Шестого или седьмого декабря 1901 года впервые я встретился в Москве с ним. Через семь лет в эти же числа письмо мое поставило точку на отношениях. Мы позднее встречались, но внешне. Смотри начало века, глава вторая. Но и с весами в этот же месяц неблагополучно. Становится ясным, базироваться на Скорпионе нельзя. Ссора Брюсова с Поляковым, попытка Брюсова издавать весы, нечеткость в отношении к сотрудникам, примирение Брюсова с Поляковым и решение сохранить весы лишь на год. Существование весов с этих пор агония, осложняемая борьбой партии Брюсова, Элиса Соловьева с моей. Таковая, к моему изумлению, появилась в лице Полякова и Болтрушайтиса. Соловьев и Элис хохотом относились к пертурбации в весовской политике, а факт фактом я уже кое в чем расходился с ближайшими, и главное не по дням, а часам меркло для всех нас и удалялась близкая лишь вчера фигура Валерия Брюсова в направлении к чужой русской мысли. Корни разброда группы весов в том же декабре 1908 года скоро первая тень легла между мною Элисом Соловьевым. Напомню, встреча с Брюсовым опять-таки декабрь 1901 года, а начало кружка органавтов, которого инспиратор Элис 1902 год. С Элисом я познакомился в ноябре 1901 года. Все вместе взятое переживалось, как горечь в декабре дочерчивалось мое одиночество. Я стоял вперяясь в свою химеру на пустом островке, до которого не долетали отклики из недавнего прошлого. Какие социальные явления способствовали химере? Разблачение Азефа, Путьсято, а гарочный взвизг, крепнущий над Москвой из месяца в месяц. На носу был уже новый скандал в кружке, чуть не кончивший со всеобщим побоищем, из которого я был выхвачен, увезен домой и отправлен в глушь Тверской губернии, в угрюмый дом, спрятанный в сосновом парке, с совами, с филинами, с фундаментальней шиблиотекой. Здесь я провел более месяца в сплошном одиночестве, над решением вопроса, как же мне жить и быть? И внешнее оформление моей немоты мне прислуживал глухонемой, косматый старик, объяснявшийся знаками, так что неделями не слышал я звука собственного голоса. 20 февраля 1909 года Белый уехал в сопровождении Петровского в село Бобровка Тверской губернии имени Рачинской сестры Рачинского за Ржевом станция Ленина Виндавской железной дороги. Прожил он там до середины марта. Скандал в кружке случился уже в начале января, а за ним летом новый удар. Эллиса объявили вором на всю Россию с единственной целью свести счеты с весами. И одновременно объявили плагиатрами Ремезова и Бальмонта. Яблановские кричали о нас, а не все таковы. Все это оказывалось тотчас чистейшим вздором. Суть не в этом, а в действии на сознание, кто-то передо мною является в маске, то капиталисты, от Уазефа грозил «Я гублю без возврата», а когда исчезал, торчали тюремные стены, о которой оставалось разбить себе череп. Соедините горечь предыдущего трехлетия, неприятности в декабре и предчувствия новых, которым конца не предвиделось, и спрессуйте сумму эффектов их в переживании нескольких дней, и вы получите картину моего душевного состояния между 20 и 25 декабря 1908 года. Я почти заболел физически и душевно. К этому присоединился бронхит, для излечения которого явился меня знавший ребенком профессор Усов, тот самый, с которым пережили мы ночное сидение у трупа покойной О. М. Соловьевой в ночь самоубийства ее. Постукивая стетоскопом он фыркал «Знаешь ли, что я тебе скажу, Борька? Борька меня как резнуло! Этот в сущности говоря мне враждебный кадет обругался. Если ты будешь якшаться и впредь с декадентами, то, надул губон, не жилец ты на свете». Это он произнес с явным желанием меня доконать. Папашины сынки не могли простить мне от того, что я пошел собственными путями и использовали даже ложе больного для сведения счетов. Через месяц после инцидента в кружке меня ели живого Петровский повез в Бобровку, где собрались Рачинский с женой Петровский, сестра Рачинского, не жившая в имении а у родственников верстак в тридцати. Она изредка наезжала на день или на два к себе и потом пропадала надолго. Через два дня разъехались все, я остался вдвоем с глухонемым стариком и пять недель проведенных в уединении стоят в памяти перевальную точкой, после которой линии жизни моей начинает медленно подниматься на протяжении целого семилетия. Равновесие медленно восстанавливалось из самопознания, из связанной с ним работы, я стал терять вкус клет полем полем и их клубному отдыху в виде беседы с философами о когене и наторпе. В Бобровке родилась новая потребность, которую я и начал усиленно отдаваться в месяцах, даже в годах, пока она не подытожилась в ряде узнаний. Я начал методически изучать особенности русского четырехстопного ямба, начиная от Ломоносова. В Бобровке были полно представлены поэты XVIII и XIX века. Начав с Ломоносова, я скрупулезно описывал строчку за строчкой, четырехстопный ямб по мной изобретенному способу, не имея при этом никаких предвзятых суждений, кроме уверенности, что в данном участке работы меня ожидает богатый улов. Смотри запись Белого о марте 1909 года, бешеная работа над ритмами поэтов, собираю в портфель очень большой материал ритмов, ракурс к дневнику, лист 47. О стиховическом наследии Андрея Белого в книге «Структура и семиотика художественного текста труды по знаковым системам», ученые записки Тартусского государственного университета. «Я бывший естественник знал, всякий участок природы, взятый в обстрел описанием, ведет к обобщениям и далее к формулам, и я знал, до меня не разглядывалась природа русского стиха в его строчках, таких, а не этих. Руководились традициями, слагавшимися немецкими профессорами. Традиции античной метрики, условные для немецкого языка, для русского были с углу условны. Не удивился я, что из материалов разгляда рос вывод за выводом. Я удивлялся тому, что такой плодотворной и легкой работе никто до меня не отдался, и что с Ломоносова проблемы стиха не брались под углом зрения, стиховедение. Ходосевич вспоминает о встрече с Белым летом 1908 года. Он позвонил мне по телефону, крича со смехом, «Если свободны, скорее приезжайте в город!» Я сделал открытие, ей-богу, настоящее открытие, вроде Архимеда. Передавая далее рассказ Белого о результатах своих штудий, вот вам четырехстопный ямп, стихи одного метра разница ритмом, ритм с метром не совпадает и определяется пропуском метрических ударений и так далее, Ходосевич добавляет. Теперь все это стало азбукой, в тот день это было открытием, действительно простым и внезапным, как Архимедова. Закону несовпадения метра и ритма должно быть в поэтике присвоено имя Андрея Белого. Но задание первоположника русского стиха сводилось к тому, чтобы появилась возможность к бытию русской стихотворной строчки. До него не было ведь природы ее, не могло быть и видения отсутствующего объекта. Прошло полтора ста лет. Шкафы ломились от материалов в виде собрания сочинений русских поэтов, для изучения которых практиковалось правило средневековой схоластики или субъективные домыслы. Не стыдно признаться, в начале своей работы я мало знал литературу предмета и существующую терминологию настойную на схоластике. И мне нисколько не стыдно. В описании никем еще не описанного сырья я делал ошибки в классификации и в учете ритмических элементов, недоубора пылинок с почвы, из которой надо было корчевать пни. Эти пылинки с расчищенной мной цельны, снимали позднее профессора десять лет, вдруг откуда-то, как сверчки, прискакавшие на расчищенное место, где они были сто лет. Факт явления первого более грамотного учебника стиховедения в виде Тома Шульговского, рекомендованного профессорами вскоре по выходе моих работ, мне показал, победителя не судят. Ведь могу ж я сказать теперь Том Шульговского снимания сливок со статей, напечатанных в символизме, при неприлично туманном напоминании о них. Скоро и академик Лукьянов начал описывать стихи моим способом. Шульговские теории практика поэтизмом поэтизмом Технические начало стихосложения Санкт-Петербург, Москва, 1914 год. Шульговскому принадлежит также книга «Занимательное стихосложение», Ленинград, 1926 год, издание Второе, прикладное стихосложение, Ленинград, 1929 год. В книге «Белый символизм» Москва, 1910 год напечатаны четыре стиховических работы, написанные с октября 1909 года по январь 1910-го. Лирика и эксперимент, опыт характеристики русского четырехстопного ямба, сравнительная мифология и ритма русских лириков в ямбическом Диметре. «Не пой, красавица при мне», Александра Сергеевича Пушкина, «Опыт описания». Лукьянов, «Ангел смерти» графа Голинищева Кутузова, журнал Министерства Народного Просвещения, 1914 год, февраль. Работа включает анализ ритмики, рифмы, звукового состава, страфической композиции. Описывая свойства русского ямба и не имея за собой ни одной работы, они десятками наросли на моей, я не мог быть точен и скрупулезен, но я же обратил внимание на свои погрешности первых ритмистов, пришедших работать в кружок, организованной при Мусагете, Дурылина, Шенрока, будущего профессора Сидорова и других, я, а не пигмейки, в течение семнадцати лет меня учившие, как надо работать над стихом. работа над ритмом, который я в годах отдавался, была, начитав Бобровки, как выход из тоски и как перенос внимания от пустот философского формализма к конкретным деталям скромного участка культуры. И там же, в Бобровке, я, наконец, по настоянию Гершинзона засел за первый роман. Сразу же выявилось, материал к нему собран, типа давно отлежались в душе. Мой обостренный интерес к религиозным искателям из интеллигенции народа оказался разведкой писателя, прослеживающего в подоплеке исканий поднимающуюся тему хлыстовства. Последнее видоизменяясь, просачивалась отовсюду, эротика и агарочничество. Как следствие реакции, разливаясь в интеллигенции, были почвой появления хлыстовской эпидемии в столицах. Я имел беседы с хлыстами. Я их изучал и по материалам, по Ругавина, Бонч-Бруевича и других. Но более всего интересовали меня многовидные меноморфозы хлыстовства. Я услышал распутинский дух до появления на арене Распутина. Я его сфантазировал в фигуре своего столяра, она деревянское прошлое Распутина. Дух распутинства я наблюдал в селах, а дух распутства в столицах и боролся с душком его в литературной полемике с мистическими соборниками и считать недавно. Когда я, повернув спину им, в уединение отдался оформлению романа, все бессознательно мною изученное в пятилетии оказалось под руками. Натура моего столяра сложилась из ряда натур, из мной увиденного столяра плюс Мережковский и так далее, натура матрены из одной крестьянки плюс ща плюс и так далее. В романе отразилась и личная нота, мучившая меня весь период, болезненное ощущение преследования, чувство сетей и ожидание гибели, она в фабуле голубя, взаманивая сектантами героя романа и в убийстве его при попытке бежать от них. Объективировав свою болезнь в фабулу, я освободился от нее. Может быть, часть болезни, театрализация моих состояний, как макет будущей постановки, в красках и в сценах. Серебряный голубь, роман, неудачный во многом, удачен в одном, и из него торчит палец, указывающий на пока еще пустое место, но это место скоро займет Распутин. Пять недель, проведенных в Бобровке, видоизменили меня, формальные интересы перетекли в работу, все-таки сдвинувшую стиховедение с мертвой точки, реальные захватили с романом, времени для уныния, не было, я усилием воли отвлек от себя то, что разлагало сознание. Минслова Большеголовая, грузно-нелепая, точно пространством космическим, торичеливую своею пустотою огромных масштабов от всех отделенная, в черном своем балахоне она на мгновение передо мною разрослась, и, казалось, ком толстого тела ее пухнет, давит, наваливается и выхватывает в никуда. А годами ком толстого тела ее между нами катился почти незаметно. До 1908 года. А в 1908 встреча с ней отдалась поздней. Точно, встреча планеты с кометным хвостом, отравляющим воздух цианом. В момент же разрыва с ней в мае 1910 года мы проходили под этим хвостом, шли сельбуржец морозов, и тот ждал внезапного воспламенения атмосферы. Начало сближения с Минсловой белые относят к декабрю 1908 года. Минслова Анна Рудольфовна около 1860 1910 знак вопроса деятельница Теософского движения переводчица. Имеется в виду появление периодической кометы Галлея наблюдалось с конца 1909 до конца 1910 года, вызвавшие волнение, высказывались предположения о возможной ее угрозе существованию Земли. Имеется в виду печатные выступления Морозова по этому вопросу «Мое первое свидание с кометой Галлея, русские ведомости, 1910 год. Каковы будут последствия, если мы попадем 5 мая в хвост кометы Галлея, биржевые ведомости, 1910 год. Комета Галлея, речь, 1910 год. Что может принести нам встреча с кометой, публичная лекция, Москва, 1910 год. Комета Галлея прошла, все осталось по-прежнему. В черных пространствах исчезла она, ее яд был безвреден, исчезла и Минслова. Я помню, бывало, дверь настиши вваливалась, бултыхаяся в черном мешке, балахоны, носимые ею казались мешками, просовывалась между нами тяжелая головища и дыбились желтые космы над нею, и как ни старалась причесываться, торчали, как змеи, клоки над огромнейшим лубиной безбровым, и щурились маленькие подслеповатые жидко-голубые глазенки, а разорви их, как два колеса, не глаза, и темнели, казалось, что дна у них нет. Вот, бывало, глаза разорвет и застынет, напоминая до ужаса каменные извояния степных скифских баб средь сожженных степей, и, казалось, каменной бабой средь нас эти бабы ей-ей жутковаты. Кто ее в эти годы не знал, в Петербурге, в Москве, фурьерист, богохульник скептический В.И. Танеев порой не мог без нее обходиться, она помогала ему расставлять его книги по полкам, к которым он не подпускал никого, Минцлова своя подпускалась, она же была дочерью его друга и умела вольно шутить. Помню себя у Танеева семилетним младенцем, я, разгосяся, рассказываю Танееву с Минцловым об индейцах, а из-за Минцлова на меня глядит юная, грузная, желтоволосая его дочь. Круг Танеева Минцлова круг вольнодумцев 80-х годов, вероятно, к традициям детства следует отнести ее постоянные встречи с Тимирязевым, человек французской культуры, вероятно, клевал и он на ее вольтерианские шуточки, она постоянно общалась с доцентом Строгановым, учеником Тимирязева. В этом обществе ее брали как литературную остроумницу, настоянную на французах. И теософские странности охотно прощались, как муха чудачества. Людям так скучно в полной действительности, что они чудят, бывало, плакал Танеев, что теософка не важна, а важна своя. Но своей она была и у Бальмонта, Собашниковых, она, как никто, понимала поэзию модернистов, а то, что она возится со стариками чудачества, стиль, в кругу Бальмонтов своя. Помню посещение Брюсова в начале 1902 года. При разговоре моем с Мережковским присутствовала какая-то толстая дама с желтыми космами и в платье, напоминающем черный мешок. Барахтаясь в нем, она щурила голубые подслеповатые глазки, казавшиеся щелками, уморительно к ним приставив лорнетку и силес подслушать беседу. Кто? Анна Рудольфовна Минслова, дочь адвоката. А через два дня захожу к Гончаровой, и там мне дословно выкладывает, что я говорил Мережковскому, и что Мережковский ответил. Откуда узнали? От Минсловой. Опять Минслова. Чем она занимается? Она оккультистка. Я ее обходил. Попав в Петербург читать лекцию в первых числах девятого года. Я был с лекцией прямо-таки похищен Вячеславом Ивановым. Ты у меня ночуешь, с тобой будет иметь беседу одно близкое мне лицо. Приехали. Поднялись на пятый этаж, звонимся, дверь распахнулась, и точно в сознании моем Бреж из тяжелого коридора на меня покатился ком тела в мешке. Как? Как? Минслова? И здесь я же только что ее видел, в Москве. остановилась, слегка разведя руки, помахивая платочком, блистая лорнеточкой. Она-то и была тем Иванову близким лицом, меня требовавшим для интимной беседы. Я и не подозревал степени близости к ней Иванова. Минслова каждодневно бывала в это время в квартире Вячеслава Иванова, о глубокой духовной связи Ивановой с нею, получившей характер своеобразного ученичества, свидетельствуют его дневниковые записи. Ты удивлен мне, Иванов? А Минслова засмеялась под слеповатыми глазками, принимаясь шутливо и быстро вылепетывать что-то. И покатилась передо мной в кабинет Вячеслава Иванова приставляя лорнаточку, испотыкаяся о пыльный ковер. Иванов взял под руку, откинул коричневую портьеру, толкнув под нее, внесли крепкий чай. Минслова села в черного дерева итальянское кресло, откинула голову и уронила на толстый живот свою короткую толстую ручку с лорнеткой. Глазеночки, вдруг разорвавшись, как два колеса, завращались перед гравюрую пиранези, висевшей на красно-оранжевом фоне стены. И я лепит обуханье, как из бочки пустой. Можно прямо сказать, она чревом вещала, не горлом, о том, что образы пепла, который тогда появился в печати, действительно отражают те ужасы, в которых живем, но ужасы эти-де посылаемы все тем же врагом, и два колеса, не глаза, перелетев с пиранези, вращались передо мной. Книга белого пепела, стихи Санкт-Петербург Шиповник 1909 вышла в свет в начале декабря 1908 года. Я вздрогнул, она попала в точку моей тогдашней болезни. Каким врагом? Тем, которого вы знаете, а есть такой, вам ли спрашивать? Напомню читателю, мои химеры, таимые ото всех, таки, она унюхала. Об этом нельзя говорить уже вслух, надо шептаться. Она замолчала. Едва колеса, ни глаза перелетели опять на гравюру, мне стало жутко. Еще напомню, я только что пережил дни ужасных растерзов, после которых профессор Усов стал мне грозить, проживешь ты недолго. Напомню, через три недели случился меня добивший скандал в кружке, после которого я переехал в Бобровку, в течение месяца между двумя валами больших неприятностей в мое деформированное сознание она сумела вложить свою личинку бреда. В 1909 году, однако, Белый воспринимал сближение с Минсловой как значительное событие своей внутренней жизни. Смотри его запись о пребывании в Петербурге в середине января 1909 года. Интимная встреча с Вячеславом Ивановым, перманентная трехдневная беседа между мною и Ивановым Минсловой, начало нашей тройки, с этим сознанием еду в Москву. Тройственный союз тройка Минсловой Иванова и Белого особенно активно поддерживался Минсловой, так она писала Белому, я говорю с тобой, и при этом радость полноты, потому что слышит это другой, близкий, Вячеслав, весь с вами всецело. 17 июня 1909 года. Вячеслав всей душой любит вас, он чувствует ясно существование треугольника верхнего, вы для него огромная радость. 8 декабря 1909 года. Здесь должен сказать, раз признался я Элису о меня посещающих мыслях, напоминающих манию преследования, он передал Христофоровой, Томинсловой. С последней встречался я только что в Теософском кружке, где ее не любили, боялись, но чтили. Я не понимал, почему она приставляла орнетку и там еще щурила на меня свои глазки, их вдруг разрывая в глазище и ошарашивала взглядами без единого слова. В Теософский кружок я забрался сорвать маску с Эртеля, она уже знала о крайне моем раздвоении и, так сказать, издали прицеливалась ко мне. Что-то было в серых ее глазах от Блавацкой. После встречи у Вячеслава Иванова, едва вернувшись в Москву, где и она появилась, я стал объектом почти ежедневных экспериментов ее по умению ослаблять мою волю. На болевых точках души моей ей убрались прямо-таки виртуозно аккорды. Вы избранный! И она трясла мою руку, и живот колыхался ее, и колеса разорванных глаз начинали вращаться, она вылепетывала. «Руки, руки мои, вы почувствуете, вы слышите, что? Как струится от рук!» Таким напутствием перед моим скандалом в кружке она развинтила сознание. И после скандала меня провожала в деревню, прощаясь, сказала, что едет она за границу, по возвращении где будет у нас разговор, от которого зависит вся моя будущность. В первоначальном варианте текста далее следовало. Словом, зажил я в атмосфере ее, и она посвящала меня в свои бредни. Вот в кратких словах их сюжет. Мы где стоим у преддверия небывалого переворота сознания, уже появляются личности, регулирующие нравственное возрождение, но черные оккультисты не дремлют. Ею был опробирован и мой бред о масонах, и я должен де вооружиться ее сокровенными знаниями, мне было сказано, и так далее. Сравни признание в письмах Минсловой к Белому. Ныне свершается великий бой, решительный бой, в сфере иной, в том мире, который особенно близок вам, Андрей Белый, в мире звездном, в астральном свете. Да, Рубикон перед вами, но уже брошен жребий, вы уже переходите, Рубикон, вы уже за гранью мира, 17 июня 1909 года. Еще я не знаю, как это сбудется, но я знаю, что с вами Бог и с вами свет будет. Появление Минсловой, просунутой в центр болезни сознания, таимой от всех, в миг, когда интерес к полемике, к философии угасал, имело последствия. Я вперялся в картину растления и провокации, мне представшую картины России. Я только что написал «Исчезни в пространство, исчезни Россия, Россия моя», и не я один испытывал ужас. Газетный практик Веленский, с которым встречался в Киеве, был напуган не менее моего. Блок в то время набрасывал Куликову поле, полное жутких предчувствий, доспех тяжел, как перед боем, лепет и Минсловы в борьбе ее с черными оккультистами на шлитке слушателю. Ее дар волновать и подманивать к себе признавали позднее Иванов и Метнер, она использовала и тему самопознания во мне заживавшую, самопознание есть, доспех ею готовимый для меня, ею был использован ряд скандалов, как раз надо мной и разражавшихся, как удары, то удары, где без промаха, наносимые мне масонами. В их руках, где вся пресса, в рисовке бредов она была ослепительна. И, кроме того, она нажимала ловко педали лести, подставив мне миссию, использована была все, что нужно, и нежная роль сиделки, и мгновенное излечение флюса рукой, от которой струилась здесь сила, и угад ото всех скрываемых настроений и разрисовка мифов, талантливо напеваемых в ухо. Моя депрессия угошала сознание. Догадываясь о ее душевной болезни, я все же не мог не внимать ей, склоняясь большой головой, лепетала какие-то древние саги, это был ее пересказ обыкновенной газетной хроники, но она лепетала порой, и о том, как думают скалы на острове рюгине, и как растет цветик, и как шепчет струечка, все, все, все расскажу, все, 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 слова ее лились в ухо, лепещей струйкой, о всем, 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 настоящий пергюнт, окрыляемый душевной болезнью. Она была настолько хитра, что не сразу вводила в сознание гротески свои, наблюдая зорко, как слушают, при первом же движении подозрения она с вольтеровским юмором зашучивала себя самое, но лишь для того, чтобы снова краситься с бредом, но оформляемым по-другому. В тот период она-таки отколдовала меня от тоски, а в деревне переход к работе над ритмом и над романом восстановил мои силы и очувствовал к Минсловой рот благодарности, и таки она интриговала меня. Не стану описывать печального продолжения наших снеотношений, скажу, тайно являясь ко мне раскрывать свои мифы, ходила и к ряду других, как впоследствии оказалась знакомых, и, нащупавши точку доверия, старался каждому сделаться необходимой по-своему. После, уже сведя каждого с каждым, поставила каждого она перед фактом, она опирается на ряд людей, доверяющих ее мифу о братстве, при общениях к которому дает силу каждому обновить свою жизнь. Пока она говорила туманно, под форму сказок, ее слушали так же, как слушают песенные легенды. Когда же был поднят вопрос о том, кто уполномочил ее создавать свою группу, она стала косноязычна, ссылаясь на то, что ее руководители скоро появятся среди нас, они идеи объяснят, ее же задача нас подготовить к этой встрече, она требует лишь доверия к себе как к личности, с недоумением некоторые из очарованных ею ждали. Но раздавался и ропот на то, что она ввела в свои сказки не сказки, а тенденцию связи через себя, нас с какими-то закулисными иксами, чаще излепитые ее песен выглядывал бред. Выяснялась картина душевной болезни, никто ей не верил уже текстуально, но интриговала разгадка, бред ли в ней до конца заявлений, что она состоит учениц и каких-то таинственных магов, или попалась она в чьи-то цепкие лапы. Наконец, я и Метнер решили прервать с ней сношение. Такое решение пережила она как удар. Белый вспоминает о мае 1910 года. Ряд фактов с Минсловой исчерпывающих мое терпение. Между тем, Минслова требует, чтобы я в мае ехал в Италию, в Ассизи, куда должен приехать Иванов. Там, в Ассизиде, должна произойти наша встреча с Розенкрейдсенами и посвящение. Но я, измученный уже, год длящими собезразрешения мифом, принимающим все более зловещий фанастический характер, после совета с Метнером решаю отказаться от чести ехать в Италию. Петровский везет от решения Минсловой в Петербург. Месяцев через семь уже, приехав летом в Москву, я насильственно был опять с нею столкнут. Сказали, она дебольная, беспомощная, умоляет меня к ней прийти. С ней пришлось провозиться неделю. Передо мною рыдала в полнейшем растерзи она. Я выслушивал просто уже абракадабру какую-то, где она, не сумевшая свершить светлые миссии, данные руководителями, устраняется ими навек от общения со всеми знакомыми, с чем где согласна она. Я слушал неверие перегюнтизм или увертка, позвать психиатра, но бреды ее развивались лишь нескольким лицам, и, во-вторых, брала клятву она, чтобы об мифах ее мы молчали, а для Танеевых и Тимирязевых и так далее она оставалась все той уже с вида здоровой, нормальной и даже веселой. Мне казалось ее миф, что исчезнет она ложь или предлог отделаться от векселей ее данных, море зажечь, уедет куда-нибудь, потом появится у Танеевых, где не нужно ей будет рассказывать мифы. Эртель, когда уличили его в шарлатанстве, ведь так поступил, объявился в Демьянове и Картава поддакивал материалисту Танееву, бросив места, где втирал он очки. Но Минслова была крупнее его. Она, по-моему, была искренна в бредах. Впоследствии доказали. В то время, когда мы считали ее шарлатанкою, может быть, она, скрывшись от всех, скажем, бросилась в море в Норвегии, которую так любила она, ее след затерялся на севере, по направлению к Скандинавии. Ведь нельзя допустить, что ее так-таки насильно куда-то убрали. Живой человек, ни платок, из кармана его не утащишь. Ее знали сотни людей, из которых десятки считали своей. Она так-таки совершенно исчезла. О судьбе Минсловой после ее исчезновения осенью 1910 года нет никаких достоверных сведений. Первое время этому не удивился никто, ведь все время переезжала она, оказываясь, то в Москве, то в Крыму, то в Норвегии, то в Петербурге, в каждом городе имела друзей, ей дававших приют. Но прошел год, другой, спохватились, где Минслова, нет нигде. Наводили справки в Москве, в Ленинграде, в Крыму, в Норвегии, там тоже недоумевали. Прошло девять лет, никто ее больше не видел. Ходили слухи в каком-то монастыре иезуитском, но этот слух был лишь досужей догадкую. Двадцать три года прошло, и за двадцать три года никто из знававших когда-то ее не сумел объяснить, куда делась она. Время же исчезновения ее для всех знавших одно август девятьсот десятого года. Моя догадка, что она бросилась в море, основывается на ее лепите, о какой-то ее особенной связи с пучиной Атлантического океана. В последнем свидании с нею я обратил внимание на то, как прислушивалась она к каплям дождя, бившим в стекла, к порывам свиставшего ветра, прислушивалась и с испугом шептала «Пучина зовет». «Кто?» ее переспрашивал я. «Атлантический океан? Я с ним связана?» Встреча с Минсловой недоуменнейшее воспоминание, в результате которого у меня отложилось недоверие и ненависть ко всему тому, что заводит речь о таинственных братствах, хранящих в подспудных шкафах свою магию и эликсиры, от них бегу прочь. Ася В первые дни по приезде в Москву из Бобровки я встретился с Асей Тургеневой, приехавшей к тетке из Брюсселя, где она училась у мастера гравюры Данса. Вид девочки, обвисающей пепельными кудрями, было же ей восемнадцать лет, глаза умели заглядывать в душу. Морщинка взрезала ей спрятанный в волосах большой мужской лоб. Делалось тогда неповадно, и вдруг улыбнется, бывало, дымнув папироской, улыбка ребенка. Она стала явно со мной дружить. Этой девушке стал неожиданно для себя я выкладывать многое, с нею делалось мне легко, точно в сказке. Она заслонила мне дикий бред Минсловой, она мне предстала живою весною, когда оставались мы с нею вдвоем, то охватывало впечатление, будто встретились после долгой разлуки, и будто мы в юном детстве дружили, а этого не было. Под впечатлением встреч я написал первое стихотворение цикла «Королевные рыцари», вышедшего отдельную книжкой позднее. Зеленые сладкие чаще несутся зеленые воды, и песня знакомого гнома несется вечерним приветом, вернулись ко мне мои дети под розовый куст розмарина. Розовый куст распространяемая от нее атмосфера. Стихотворение написано в апреле 1909 года, оно первое в цикле противопоставленном так что высшей урне тематикою и романтикою настроения. Месяца полтора назад я заканчивал сборник урна печальными строчками. Уныло поднимаю взоры, уныло призываю смерть. Строчки эти отстой ряда перенесенных страданий, разрыва с друзьями, тяжелых отношений саща, а тут вдруг розовый розмарин. Между двумя эпохами моей лирики, определившими года, всего четыре недели, отдых в Бобровке и встреча с Ассией, явившейся на моем горизонте как первое обетование о том, что какой-то мучительный, долгий период развития кончен, я чувствовал, что вижу опять нечто вроде весенней зари. Сравни признание Белого в письме к Федору Сологубу от 5 июля 1909 года. Зори в этом году особенно милые, таких зорь не было вот уже три года, три года задавила горние сферы душная мгла, и вот ныне в зорях как бы дается вновь обещание, но чего, ныне будто очистились зори и опять милые голоса зовут, опять ждешь с восторгом и упованием. Восприятие мое тогдашней Аси тотчас же отразилось в романе, к которому вернулся по ее отъезде Катя, и уже поднималась уверенность в первых свиданиях наших, что эта девушка в последующем семилетии станет самой необходимой душой. Катя Гуголева Героиня Серебряного Голубя Как нарочно весна была ранняя, ясная, нежная, в марте уже тротуары подсохли, напучились зеленью красные жерди кустов, я ходил улыбаясь по улицам, птичьими перьями шляпок в моем восприятии барышни в синие выси над серой мостовой унеслись. В набухающих почках стоял воробьиный чирик, рвались красные шарики газом надутые, ветер из ручек младенцев вычирикивали, как зеленую песенкой чижика глазки летящие навстречу смешной гимназистки. Так все восприятия омоложенно предстали, весна охватила внезапно, по логике мною поволенной, ведь надлежало на смертном одре возлежать, а я вопреки и отдался вдруг радостно всем впечатлениям жизни. Сестра Аси Наташа умная, сложная, очень раздвоенная, в черном платьице, с глазами русалки, не то ангелица, не то настоящая ведьмочка. В ту пору голову многим кружила, влюблялись в нее тот, другой, хвост поклонников, драмы, вздыхание ревности, словом, дом песни Дальгеймов наполнился этой весной специфической атмосферой влюбленности, глупой, невинной, и чистой, и сами Дальгеймы романтики, в той атмосфере, казалось, добрели с лукавым сочувствием щуреста молодежь, наполнявшую комнаты их вместо встречи с Тургеневыми, а Ленина Дальгейм была их тетка. Они жили как раз напротив Дальгеймов, под Метнерами, с утра и до вечера, прибежав в тротуар, пребывали у дяди, у тетки. Я помню, как раз затрещал телефон, подхожу, голос Аси Тургеневой. Вы согласились бы мне позировать для рисунка, который переведу я в гравюру, но предупреждаю, для этого вам придется бывать у Дальгеймов с утра каждый день. Не задумываясь, я ответил, конечно же, как же не согласиться. Портрет белого работы Аси Тургеневой воспроизведен в книге «Литературное наследство», том 85, Валерий Брюсов, страница 329. А были дела, роман, весы, заседания, статья для Гоглевского юбилея, и вот я, пленник Дальгеймов, вернее, их племянницы. Я усажен в огромное сине-серое кресло под самым окном, в таком же кресле Ася, с добрым уютом она забралась с ногами в него, потряхивает волосами, и мрачная морщина чернит ее лоб, она вцеливается в меня, стараясь с карандашом передать на картон линию лба, и это не удается ей, бросив работу, она закуривает, и какая-то особенно милая, добрая улыбка, как лучик, сгоняет морщины, начинается часовой разговор, вдвоем, забытый линии лба и гравюра, вся суть в разговоре, гравюра давно уже стала предлогом для этих привычных посидов, и с двух-трех сеансов вполне а-логически вырос прекраснейший солнечный месяц необрываемой беседы вдвоем. Иногда в дверь просовывается любопытно-лукавая головка П. Дальгейма, он делает вид, что зашел невзначай, с напускной серьезностью он опускается рядом в глубокое кресло и горбис сидит в нем, моргая в окно и отряхивая серый пепел, в нем что-то от барса, и он косолапец, точно медведь, он заходит отсиживать с нами, чтоб не говорили, что белый часами сидит, затворившись с племянницей, сущность он понимает нас, функции дяди смешны ему, вид у него постаревшего и подобревшего Мефистофеля или, пожалуй, старого отставного капрала, он щурится мимо в окно, он пускает дымок для проформы лишь спрашивает «Брюссов, кёфетиль?» Итак, Брюссов, что делает он? И отбывший повинность встает на прощание, бросая племянницы снежную лаской «Петит!» крошка и выходит на цыпочках. Он, старый романтик, в душе покровительствовал всем порывам, коли они были чисты. Ася с Наташей лежали глубоко на сердце его. Он старался воспитывать их, окружить их свою культурую, но не препятствовал будущему. Начинающийся мой роман с Асей тональностью ему, видимо, нравился, и у Дальгеймов без уговора считались мы парой. Петровский и Потца водились больше с Наташей, последнее появлялось везде, даже у Метнеров, что весьма не нравилось с дядей. Наташа его беспокоила, Аси же нет. Она и в Брюсселе жила, в полном затворе у старого Данца, а приезжая в Москву, попадала вполне в атмосферу Дальгеймов. Ася в эти годы была дикая, из конфузливости, она не бывала нигде, лишь при мне раскрывалась она вся, и Дальгейм в ней ценил ее дикость, а Метнер, конечно, косился на наше сближение, бросая порой невзначай замечания, клонящееся к тому, что Ася таки тип моей непонравившейся ему королевны Северной симфонии. Предупреждаю вас, королевна ищет туда-сюда в книге, но не она героиня вашего романа, ее тональность болезненный эстетизм, у Аси аскетизм из унынии и слабого тонуса жизни, вот если бы вы встретили женщину типа сказки, то ликовал бы за вас. Героиня драматической симфонии Вопреки песням Метнера, Ася была в эту пору мне импульсом жизни. Наташа казалась болезненной. Метнер в моем предпочтении Аси увидел не жизнь, а победу Дальгейма. Воспринимал он абстрактнейши дружбу мою. Точно я вместо Зиммеля стал читать, скажем, Агюста Конта, он с этого времени что-то в себе затаивши нахмурился, хмурость с годами росла. В мае решили мы Ася, Наташа, я, Потса, Петровский удрать из Москвы, провести вместе несколько дней среди зелени. Мы попали в Савинский монастырь близ Вениграда, остановились в гостинице. Пять прекраснейших солнечных дней нас сблизили с Аси. Она была великолепнейшая лазунья, увидит забор или дерево и закарабкается. Она лазила по вершинам деревьев. Первые разговоры о том, что, быть может, пути наши соединяться, происходили на дереве, почти на самой вершине, на ней мы качались, охваченные порывами, гнущими дерево, свежие листья плескали в лицом. Мне запомнился наш разговор на дереве, свисающем над голубым чистым прудом и спрысканным солнцем. Запомнились и отражения вниз головой. Из зеленого облачка листьев в мгновенных отвеянных ветра я видел то локоны Аси, то двое глаза, расширенных, внятно внимающих мне. И запомнился розовый шелк ее кофточки. Вдруг ветви прихлынут к лицу. Ничего, под ногами двоился, троился, отточенный ствол, расщепляемый легкой рябью. Запомнились спины склоненных под нами Наташи и Потсо, сидящие глубоко внизу на зелененьком бережку. Они тоже задумывались о путях своей жизни. Наташа впоследствии стала женою Потсо. Вспоминается и другая картина. И ночь, и луна. Средь бушующих черных кружев листвы чья-то тень мне неясная. Ася, схватившись рукой за сук, она свесила голову. Черное кружево насоливая, закипая серебряной искру и лунного отблеска, точно всплеснет, и вот листья отвеянные стали темно-оливковыми под луной освещающей их, а над нами глубокое и темно-синее небо. Далеко за полночь, смотрим на небо, луна закатилась, но вызрели звезды. Так, под небом и месяцем вставал предо мною отрезок из лет, освещенных мне жизнью весьма необычной. В деревне мы прожили всего несколько дней, но они отделили меня навсегда от унылого прошлого. Собрались мы уехать, но подали счет, оказалось же, заплатить-то и нечем, и пришлось А. Петровскому ехать в Москву за деньгами, оставив две пары романтиков в залог монахам, заведующим гостиницей. В день возвращения в Москву был концерт М. А. Лениной. Помню, она в белом платье с приколотой розой к открытой груди с невероятную силой пела «Сияй же, указывай путь, веди к недоступному счастью того, кто надежды не знал». Программу концерта, наверное, продумал Дальгейм, и, наверное, продумал ее для меня и для Аси. Он таки постоянно устраивал своим близким знакомым сюрпризы и включал в программу жены те романсы, которые, по его представлению, должны были ответствовать душевному состоянию друзей. В этих милых сюрпризах опять-таки сказывался романтик старинного стиля. Ну вот приходит известие. Бабушка Аси, Бакунина, проживавшую своей дочерь при смерти. Мать Аси, урожденная Бакунина, по первому мужу Тургенева, по второму Кампионе, жила около Луцка с мужем Лесничим. Ася поехала к матери на Волынь, чтобы проститься с больной. Оттуда она должна была ехать в Брюссель, оканчивать школу-гравюру у Данса. Ей там оставалось жить еще не менее полутора лет. Перед прощанием условились мы. Разлука пускай будет нам испытанием. Ею проверим себя и друг друга. И коли окажется, что в нашей тяге друг к другу есть что-то серьезное, то мы по окончании класса гравюры соединим наши жизни. Вскоре же по отъезде Аси имел я серьезнейший разговор с Дальгеймом, более влиявшим на судьбу племянниц, чем мать. В результате этого разговора я получил душистый по тону ответ «Дальгейм не только не будет препятствовать моему сближению с племянницей, но и способствовать ему. Он мне предложил предстоящие зимою ехать в Брюссель. Но вам придется считаться со стариком Дансом, он средневековый, строгий, сумрачный, он держит Асю, как в монастыре, и изредка бедняжка гостит в Шарлеруа у мадам Дестре, дочери Данса, так что вам придется видеться с птид в присутствии старика или экономки старухи, которая о-о-о-о-мегера, ну да ничего, где нет препятствий и к свиданиям там нет аромата, пустился он мне развивать философию жизни. Близился уж июнь и опять переехал в Дедово к другу. С обитателями Дедова каваленскими отношения как будто наладились, но чувствовался холодок от Сережи. Мое увлечение Аси встречал в нем отклик живой, сам же он увлекался сестрой ее, Таней. Но проблема самопознания в моей трактовке была ему даже враждебна. Замкнулись невольно мы. К нам являлся Эллис, притрясываясь в Таратайке, в мухрыщитом сюртучке, в том же все котелке. Он в это время дорабатывал книгу о символизме, писал в музее, и он, он все нервничал, чего-то боялся и даже кричал по ночам, производил, в общем, жалкое впечатление, наладом дышал. Время мое было занято писанием романа, и лет оказалось неважным, и в Дедове было неважно, отдушины письма от Аси, сперва из-под Луцка, потом уж из Брюсселя. Я отвечал ей длиннейшими письмами, над которыми просиживал ночь напролет, к августу появилась в письмах ее натурялости, они стали реже, я был охвачен рядом новых тревог и забот, отрезавших надолго от брюссельской переписки, и первая тревога инцидент с Эллисом. В последний свой приезд в Дедово Эллис был так неумерен в словах, так ругался, так и рассказывал мысли о прессе, что я вынужден был одернуть его. Если ты будешь и далее продолжать разглагольствовать в этом же направлении, то помни, тебе будет плохо. Он задергал плечом и уехал. А через несколько дней я читаю в газетах. Литератор Кобылинский попался в музей с поличным, вырезывал он страницы из музейских книг. Приводим одно из первых газетных сообщений об инциденте. На днях в читальном зале библиотеки Румянцевского и Публичного музеев обнаружено злоупотребление с книгами одного из постоянных посетителей библиотеки, некоего литератора Эл Коб Скова, писавшего в декадентских журналах под псевдонимом Эллис. Этот посетитель из выдаваемых ему книг для чтения вырезывал страницы текстов и брал себе. Проделка была замечена одним из служителей, который о замеченном сообщил по начальству, указав, что Эл Коб Скей приносил с собой всегда в читальную залу портфель, а при уходе из библиотеки оставлял его на хранение швейцару. При осмотре в портфеле в особой тетради найдены вырезанные страницы текстов из книг библиотеки. При объяснении Коб Скей сознался в порче книг и объяснил, что вырезал из них страницы, не находя свободного времени для переписывания их. Администрация библиотеки решила не привлекать его к судебной ответственности, а лишить права посещения читальни музеев. Выяснилось, и ранее в бытность директора музеев Веневитинова тот же Коб Скей был лишен права посещения читальни за вырезки из книг, выдаваемых для чтения ему. Русские ведомости 1909 год номер 179 5 августа. В тот же день аналогичное сообщение появилось в раннем утре под заглавием Порча книг в Румянцевском музее. В газетах стоял просто грохот. Сережина бабушка Александра Григорьевна Коваленская, очень любившая Элиса, мне говорит, поезжайте скорее в Москву, разузнайте, в чем дело, опять вероятно травля, лечу и попадаю в разгар инцидента. Считаю его характерным. Натура противоречивая Элис всегда отличался почти потрясающим бескорыстием. Он отдавал людям с улицы все, что имел. Он годами позабывал об обеде. Давно уже книги свои он пожертвовал неимущим, но он был ужасно небрежен по отношению их книги как таковой. И дать ему книгу значило или ее получить перемаранной заметками на полях с дождем восклицательных знаков или книги лишиться. Не потому, что присвоит ее, затеряет ее. Не раз у себя на столе находил занесенный Элисом книги, исчерченные карандашными вставками. Приходя же к друзьям, он без спроса брал книги их, часто зачитывал, над ним трунили, он сам над собой трунил. И, разумеется, никому и в голову не приходило, что порча книг Элисом есть преступление. С той же рассеянной, непохвальной легкостью он работал в музее над книгой о символизме. Несчастью для него его посадили в отдельную комнату, и, кроме того, в эту комнату его допустили с комплектом его же книг, только что подаренных ему скорпионом, специально для нужных вырезок и вклеек в рукопись. Пользовался же он двойным комплектом, музейским для справок и скорпионовским для вклейки, и, раза два, перепутавший книжные экземпляры, выкромсал ножницами из экземпляра музейских «Именно». Он испортил вырезками страницу моей книги «Северная симфония» и страницу моей же книги «Кубок метелей». Служитель музея случайно увидел, как он вырезал, и как ушел Элис, по обычаю оставляя портфель работы со всеми вырезками, то служитель отнес портфель к заведующему читальным залом фанатику книгоману Кваскову. Элису сделали строжайший выговор, конечно, за неряшество, а не за воровство, и лишили права его работать в музее. Квасков с возмущением рассказывал об этом факте, пронюхал какой-то газетчик, враги весов сдули до ужаса инцидент, неряшество окрестили именем кражи, можно было подумать, читая газеты, что Элис годами систематически выкрадывал ценные рукописи. Министр Кассо, прочитав заметку о краже в музее, воспользовался этим случаем, чтобы спихнуть с места директора профессора Цветаева, у них были счеты, он требовал дать делу ход. Теперь о Цветаеве. Этот последний питал к Элису ненависть. Элис являлся почти каждый день на квартиру его проповедовать Марине и Асе и его дочерям символизм, и папаша был в ужасе от влияния этого декадента на них. Тем более, что они развивали левейшие устремления для этого костного октябриста, они называли себя тогда анархистками, в представлении профессора Элис питал их тенденции не в грош не ставить папашу. С другой стороны, дама, в которую папаша влюбился, по уши была влюблена в Элиса, и здесь и там торчал на дороге профессора декадент, оскорбление свое он и выместил как директор Румянцевского музея, и кроме всего он желал выкрутиться перед его нелюбившим министром, он потребовал строжайшего расследования с тенденцией обвинить Элиса. Конкретные обстоятельства инцидента Элис сообщает в письме к Брюсову от 20 августа 1909 года. Случалось, что у меня под руками находились дубликаты книг, одна книга музейская по требованию, другая моя. Дело в том, что я, вклеивая вырезку ради страницы сотой, я гублю при вклейке страницу 101, поэтому у меня очутились два экземпляра симфонии Андрея Белого. Я по ошибке вырезал и вклеил открыто музейским клеем при чиновниках и солдатах две цитаты из музейского экземпляра. Однажды, придя в музей, я не нашел своей папки с рукописями, она была у Кваскова, который вежливо указал мне на мою ошибку, я сейчас же съездил в Скорпион и вернул свежие экземпляры книг. Одна страница из Кубка Метелей, другая из Северной симфонии, дело кончилось, я продолжал заниматься и успел закончить свой труд. Все остальное анонимный донос одного из чиновников. В настоящее время специальная следственная комиссия при музее после трехкратного допроса меня, ревизии всех бывших в моем пользовании за целый год книг и всех рукописей и вырезок пришла к выводу, что ущерб, нанесенный мною музею, примерно девяносто копеек за переплеты двух симфоний и все. По требованию контроля дело передано прокурору, который, конечно, его прекратит. Вопреки утверждениям о недоброжелательстве Цветаева, Ася Цветаева свидетельствует, что Цветаев испытывал к Элису симпатию, что папа жалует Элиса зналось, увидев его, он что-нибудь говорил доброе. Анастасия Цветаева Воспоминания Москва 1983 год страница 304 Результат осмотра книг, читанных Элисом в музее за многие годы, был убийственен для Цветаева. Кроме двух страниц, вырезанных из симфонии на виду у служителей, с оставлением им на руки своего портфеля, вместо того, чтобы унести портфель суворованным, никаких следов воровства, которого и в замысле не было, Элису воровать, когда его обворовывали редакцией нищенским гонораром, когда он всю жизнь обворовывал сам себя отдаванием первому встречному своего гонорара и после сидел без обеда. Пришло же позднее Ниллендеру отнимать у Элиса деньги, чтобы их ему сохранить на обед. И этого человека, маститый профессор Цветаев, хотел объявить злосчастным вором. Личное месть и угодничество перед Кассо, от которого разбегались в ужасе и умеренные профессора, превратили седого профессора в косвенного участника клеветы. Пока над Элисом разражалась беда, комиссия по расследованию преступления сурово молчала, укрепляя мысль многих о том, что материал к обвинению должно быть есть. Но Элисы рушились, и личные счеты министра Цветаеву, и ненависть последнего, и ненависть почти всех писателей за весовский манифест. Оповещение о воровстве печаталось на первой странице, оно облетело в два дня десятки провинциальных газет, а опровержения не печатались. Через два месяца постановление третейского суда, снявшего с Элиса клевету, было напечатано петитом на четвертой странице русских виновостей, и осталось неперепечатанным другими газетами. И тот факт, что судебное следствие прекратило дело об Элисе, вслед за следствием музейной комиссии, и тот факт, что третейские судьи Муромцев, Лопатин и Малентович признали Элиса в воровстве невиновным, не изменили мнение, казнили не вора, сотрудника журнала Весы. Не забуду дней, проведенных в Москве. С неделю метался я от А.С. Петровского к скульптру Крахту, от Крахта к С.А. Полякову в Весы, из Весов в музей, оттуда к Элису, к Шпету, к Астрову. Элисы ежедневно таскали наследствие в комиссию при музее, а элемент мною названный обозную сволочью неистовствовал во всех российских газетах, взывая к низменным инстинктом падкой до сенсации толпы. Годючий лозунг «Все они таковы» раздавался чуть ли не на улице, где сотрудников весов ели глазами. Передо мною вставала картина толпы, убивающая Верещагина. Война и мир. Нас прямо ставили вне закона, особенно тогда, когда закон дело прекратил, а где-нибудь в Харькове, Киеве и так далее продолжали писать «Элис, вор». Когда впервые в Москве в эти дни я настиг несчастного виновника Шума, он был невменяем. Бегал по улицам без котелка, то махая безнадежно рукою, не пробуя даже бороться бесцельно, то палку хватая бросал с кого-то он бить, но кого? В эти дни обнаружилось «Бить надо многих». Я тряс его за руку. «Слушай, а опровержение где?» «Посланы, не напечатаны». «Имеют право, должны». «Это ж право трех дней. Где ты был? Что ж ты медлил?» обнаружилось. В первый день обвинения он не видел газет. А все друзья его были на даче. Немногие из хороших знакомых, попавшихся ему в этот день, лишь конфузливо опускали глаза и от него наутек. Понимаешь, ничего я не знаю. Встречаю Н, он чего-то конфузится, и до свидания. Вижу М, делает вид, что меня не узнал, и понял я, что что-то случилось, но лишь на другой день утром прочел клевету, к вечеру доставил опровержение. На третий день оно не появилось в печати, на четвертый день я уже не мог требовать, чтобы письмо мое напечатали. Опускаю подробности этого гнусного дела. Музейные следствия, протоколы, допросы, комиссии, судебное следствие тянулось недели. Пока же громчайшая статья, полная клевет в голосе Москвы, орган октябристов под заглавием господин Эллис. Характерно, до этого инцидента в музее действительно уличили вора, вырезывателя ценнейших гравюр, их сбывавшего, и вот этому вору влас Дорошевич посвятил фильетон, силе с его оправдать, а об Эллисе ну никто, ни гу-гу, а мы лишены были права голоса, друзья гаде лицеприятны. Еще деталь. Прокиснувший в либеральной порядочности Сергей Мельгунов, года упражнявшийся на страницах русских ведомостей, в морали и добродетели, ныне он эмигрант, будучи еще гимназистиком, стыловался у матери Элиса, он был на ты с ее сыном, совершенно растерянный от того, что газеты не захотели печатать его, Элис вспомнил, бывший товарищ его, ответственное лицо в почтенной газете, по промитью он ворвался в редакцию, увидевший Мельгунова к нему, простирая руки свои с восклицанием выручи, на благородный НСовский столб добродетели, выпейте в грудь, и, убрав свои руки за спину, с ледяной жестокостью лишь процедил, извините, пожалуйста, я ничем не могу вам помочь. Повернувшись, он вышел из комнаты. Инсценированная непреклонность была подла. Не было ведь доказано, что просящая помощь и вор. Следствие еще только приступало к разбору, что сделали русские ведомости, чтобы честно пролить свет на весь инцидент и хотя бы только этим помочь оклеветанному. Они напечатали снятие вины с Эли с аппетитом и через два месяца напечатали, потому что документ был подписан председателем Первой Государственной Думы. Мельгунов, не желавший марать свои руки о грязное дело, числился благородным в газете, а Муромцев, себя замаравший участием в деле, котировался той уже газетой, как благороднейший, перевешивая Мельгунова количеством «Р». Постановление Тритейского же суда с такой подписью нельзя было спрятать в карман, и его напечатали, но аппетитом, и на четвертой странице никто не прочел. Ненависть к декаденту была так сильна, что и фамилию Муромцева со всеми «Р» смолили в аппетит. В чем сила? Да в том, что первое известие о воровстве Элиса появилось в русских ведомостях. Снятие с Элиса клеветы в той же газете ставило ее в неловкое положение. Через несколько недель я удостоился видеть Муромцева, получив от него приглашение посетить его дом. С дочерьми его я играл некогда мальчиком. Приглашение имело связь с инцидентом, который уже разбирал Муромцев, привлеченный к нему братьями Аструю. Эти-то знали Элиса, и в его бескорыстии, и в рассеянной невменяемости, и в способности против себя не нужно восстановить всех. Астровы имели вес в кадетских кругах, при их участии на шелстке противовес клевете видные деятели наконец принялись выгораживать Элиса, особенно когда взорвались октябристы, травля Элиса Гучковской газеты и превосходила все меры. Белый утрирует реальное положение дел. Сведения об инциденте в большинстве случаев сообщались в общей подборке городских новостей и никаким особым образом не акцентировались. Суд чести Общества периодической печати и литературы, состоявшейся 7 ноября 1909 года, председатель Муромцев, товарищ председателя Давыдов, члены суда Лопатин, Малентович Тисленко, признал, что факт вырезания двух страниц из книг Белого не представляется актом сознательно злонамеренным, а тем менее актом кражи, как об этом сообщалось во многих органах периодической печати, свидетельствует однако о крайне небрежном отношении Эл Кобылинского Элиса к имуществу, составляющему общественное достояние. Русские ведомости 1909 год, номер 260, 12 ноября, страница 5. Тогда-то Астров, с которым Муромцев считался, ввел последнего в детали дела и убедил войти в президиум Третьейского суда меж журналистам Голоса Москвы и Элисом. Муромцев меня не расспрашивал о подробностях ему уже знакомого дела. Во время беседы он пристально меня изучал. Я помнил его чернобородом красавцем. Теперь передо мной стоял седой старик в великолепной позе, мягко величи. Из беседы с ним убедился я, что он будет держать руку Элиса, и я успокоился. Возвратился я в Дедова, вовсе больной, потрясенный, и вдруг телеграмма отметена, есть деньги на издательство или журнал, согласен ли, просит ответа, но под влиянием инцидента с Элисом первая мысль, какой там журнал, да неволь, и Соловьев соглашался со мной. Я заранее должен сказать, мне некогда будет касаться журнала, и я далек от всяких издательств, на меня не рассчитывайте. Вообще, Соловьев в нужную минуту выявил эгоизм и в отношении Элиса, и по отношению ко мне. Я, удрученный таким холодным ответом, чуть не послал Метнеру телеграммы, не надо, но вспомнивши о Петровском. Нелендере, Киселеве, поехал в Москву за советом. Планами создания журнала Метнер делился с Белым в письме из Германии от 3 сентября 1909 года и в последующих письмах. «Нет, Боря, нельзя отклонять предложение, издательство нужно и дело», волновался Петровский. «Вообще, он меня горячо взбадривал и поддерживал. Тогда мы послали Метнеру лапидарный ответ «Нужно». Метнер тотчас же разразился огромным письмом, прося строго обдумать план действий книгоиздательства или журнала, и просил прислать смету, проекты. Он писал, что еще на месяц задержится, и чтобы мы разработали детали и дело, он отвиливал от черной работы. Мы принялись за организацию издательства «Мусагет», отклонивший журнал. Я переехал из Дедова, унося печальное чувство. Наши идейные пути с Соловьевым вполне разошлись, и с той поры не было уже между нами былой жизненной связи. В заседаниях он не участвовал, нас избегая, участвовали Рачинский, Петровский, Сизов, Киселев, Я, Нелендер, Борис Садовский, Элис, Кожебаткин, призванные в секретари, и Ахрамович, ставшие корректором. Сентябрь протекал в разработке плана издания, сметы и отыскания помещений редакции. Уже подготовлялись и рукописи. Явился и Метнер. Официально редактор и издатель был он. Редакционную тройку я, Метнер, Элис. Ближайший совет при редакции составляли Рачинский, Сизов, Киселев и Петровский. Метнер настаивал, чтобы меж редакторами состоялось следующее соглашение. Вето каждого безапелляционно. Любое решение осуществлялось лишь согласием трех. И это впоследствии явилось подводным камнем работы. Когда редакторы оказались лебедем, щукой и раком, то не оказалось вопроса, на котором бы мы сошлись. Вето стало каноном жизни издательства, и все культурное будущее оказалось в сплошных нетях, на нет нельзя строить, а да, не оказывалось. Появившийся через месяц Эмилий Метнер таки удивил меня. Он обрился. Странно, этот пустяк деформировал мне его. Есть люди, которым не след бриться. Борода и усы придавали ему что-то мягкое, в его обнажившемся подбородке и в судорожно сжатых губах проступила нота надменства, и прежде ему неприсущие сухости, главное, что поразил, редакторский тон по отношению к друзьям. У Брюсова не было этого тона, и в отношении сотрудников в основе редакторских пожеланий не чувствовалось твердой линии, она всплывала лишь в вето, я же принципиально не пробовал использовать своего права на вето в отношении к Метнеру, ибо вето лишь способ убить творчество, Метнер капризничал своим вето, тенденция к таким вето была мне полным сюрпризом в том, кто в ряде лет был мне другом, признаюсь, вид и тон редактора был Метнеру не к лицу, а упорство, с каким он силился укрепить во мне свой новый аспект, привело лишь к тому, что уже через год зажил я единственной мыслью бежать из Москвы, что в условиях моей жизни значило ликвидировать тогдашнюю Россию. На подступах к Мусагету Организация Мусагета, то есть ежедневные заседания, сметы выбора шрифтов, образцов для обложек, наметка, предполагаемых к изданию книг, дома подготовления к печати двух сборников и писания романа к очередному номеру весов, кроме выбегов по делам Мусагета, я был отрезан от внешнего мира, не было времени писать Аси в Брюссель. Надо было сортировать, редактировать уйму статей и заметок для арабесок и символизма. Все конкретное, образное, афористическое отбиралось мною для арабесок и выбор был легок. Не то с символизмом. Сюда попадали теоретические статьи. Я не раз колебался, стоит ли выпускать эту рыхлую и неуклюжую книжищу. Ее главы писались мной в разных годах, обнимая статьи с явным припахом Шопенгауэра плод увлечения юности, и статьи, писанные под влиянием Вунта Гевдинга, и статьи, отразившие стиль неокантианских трактатов, ни те, ни другие, ни третьи не могли отразить мне теории символизма. И психология, и теория знания брались как симптомы отклонов с поволенной линии. Очерк теории символизма мне виделся ясно. Если бы были возможности мне затвориться на несколько месяцев, я предпочел бы готовить к печати заново написанный труд, опуская эскизы к нему, материал статей, с которым во многом я был уже не согласен, тогда на что жить? Весы закрывались. Ежедневная служба моя в мусагете и гонорар за статьи как раз давали мне возможность кое-как обойтись. Это определило судьбу теории символизма, она не написана. Это глиняный колосс, шестьсот с лишним страниц символизм, которого рыхлость я и тогда осознал, живет памятником эпохи, ворох, кричащий противоречивых статей, отражение бурно мучительной личной жизни моей, разрушавшей тогдашнее творчество. Если оно и оставило след, то, вопреки всем деформациям, суетой. Оно выглядит мне неподнятым со дна континентом, которого отдельные пики торчат невысоко над водной поверхностью. Организуя книгу, хватался я за голову, видя все неувязки в методах трактовки вопроса. Единственное, что оставалось, сшить на живую нитку отдельные лоскуты и хода мыслей, уже сданные в типографию. Вдогонку за ними надо было пуститься с ошивающими их комментариями, стягивающими противоречия все же к некоторому единству. Уже сами статьи от меня были взяты в набор. Комментарии к статьям, включенным в символизм, Белый писал осенью 1909 года. Мусагет желал открыть деятельность с выпуска этой именно книги, в ней виде программы, и этим мешал мне думать над ней. Выдвинули. Задержка книги, ущерб для финансов, бюджет или цельность теории? Увы, бюджет. Цельность когда-нибудь, между прочим. Да, таков путь мой писательский. Мусагет был бедней скорпиона, поэтому в нем бюджет доминировал. Весаг доминировала концовка художника. Пиши под концовку, с идеологией никогда не везло. Ни одно издательство не могло дать спокойных условий работы. Всегда злободневность момента стирала весомость, чтобы в следующий момент стать иной. Сумма всех злободневностей через пять лет становилась нулями, а собрание с чинений Андрея Белого изуродована это знать и не мочь отстоять свои планы, есть мука моя как писателя. Я пытался хотя бы отчасти найти себе выход из созданного затруднения, хотя бы дать схему теории, обещанную в будущем. Центральная статья символизма или эмблематика смысла почти сто печатных страниц написалась в неделю и даже не выправлена типография требовала. Она поэтому не отразила программы. гносеология в ней рудимент, ибо дана от печки, от критики Риккерта. Статья оказалась эмблематикой в другом смысле, нарисовав психологию моих прошедших ошибок, представив их диалектику подходов к теории, контур которой позднее лишь встал, если б знал, что теорию жизнь написать не позволит, не выпустил бы я теоретической первой части, которая выданной вексель. В план книги входил и подход к проблемам эстетики. Отсюда вторая статья, описанная кое-как и вдогонку лирика и эксперимент. Она вводила в детали проблемы ритма, будущее опять-таки обещало возможности выпустить отдельным томом мои стиховические материалы, в то время казавшиеся нужными горсточки специалистов. И тут я ошибся в расчете. Через пятнадцать лет горсточка стала тысячами. Я хотел использовать символизм и как агитацию за специальные интересы стиха, и в этом достиг цели. В направлении мной взятым меня уточняет, была написана целая библиотека, но проиграл я в другом. Скомковшие огромное сырье данных, которых проверить достаточно я не успел, в силу той же причины типография требовала себе пищи, в издательстве волновали статьи бюджета. Мои статьи еще только верстались, а я печально стоял, говоря себе, если бы только месяц мне лишний, этого бы не случилось. Тогда критику себя над еще не вышедшей книгой я положил в основу работы ритмического кружка, которого первые заседания происходили в дни ее выхода. Мы начали с уточнения данных, опубликованных в символизме, и вехи к ним я сам указал, а не профессор Жермунский, давший мне указание, как работать через семнадцать лет, и в согласии с нами же составленным учебником ритмики, которого литографированный экземпляр я сдал на хранение в литературный музей, как свидетельство того, что эти слова мои недосужие вымысла. Белый подразумевает раздел критика системы Андрея Белого в книге Жермунский «Введение в метрику теории стиха Ленинград 1925 год». В своей книге «Ритм как диалектика и медный всадник Москва 1929 год» Белый сделал упрек Жермунскому в том, что тот якобы воспользовался данными регистра 1911 года учебника ритма, не согласовав этого вопроса с ним. Жермунский в ответ заявил, что ему не был известен даже сам факт существования регистра. Учебник ритма, подготовленный членами Мусагетского ритмического кружка под руководством Белого, ныне опубликован. Профессору было легко снять пылинки с участка, где я выкорчевывал пни. До пыли наклятут. Меж моей работаю и его протянулась библиотека уточнений. Снимать с нее сливки одно наслаждение. Словом, вслед за статьей лирика и эксперимент надо было мне опять вдогонку втискивать кое-как сырой материал в четырех спешно писаных черновиках полных статистики и подсчетов. Так написали статьи «Опыт описания Ямба», «Сравнительная морфология», «Диметра», «Не пой, красавица при мне» и «Магия слов». Они написаны в месяц. Можете представить себе картину жизни моей. За октябрь и ноябрь заседание, разбор инцидента с Элисом, трепка, которую мне сдавали Дальгеймы, и возвратное бегство к себе в кабинет, где строчились 250 страниц комментария к символизму. Петит. Молниеносно набрасывался план теории символизма вместе со статьями о ритме, подсчеты, таблицы. Перечитывался потебня, и, кроме того, мне пришлось пропускать через себя десятки стихосложенческих книжечек, которые посмотреть все же должен был. Рассвет заставал за работой меня. Отоспавшись до двух я бросался работать, не выходя даже к чаю в столовую, он мне вносился, а в пять с половиной бежал исполнять свою службу, отсиживать в мусагете и взбадривать состав сотрудников, чтобы, прибежавши к двенадцати ночи, опять до утра вычислять и писать. Недели мой кабинет являл странное зрелище. Кресла сдвинуты, чтобы очистить пространство ковра, на нем веером два десятка развернутых книг, справки, выписки. Между веером, животом в ковер я часами лежал и строчил комментарии, рука летала по книгам. Работал я с бешенством. Первая половина книги мне возвращалась ворохом корректур, а другая пеклась. В таких условиях надо было дивиться совсем не тому, что так сыро выглядит книга, надо дивиться тому, что и ныне читают ее, с ней считаясь, хотя бы в полемике, ибо и в таком сыром виде она все же сдвинула стиховедение с мертвой точки, поставленной всем девятнадцатым веком. В эту бешеную, по мной развиваемым темпом эпоху, наголову свалился Дальгейм, вдруг, решивший открыть в доме песни сеть курсов с коллегией лекторов, с заседаниями, семинариями и так далее, он вырвал в минуту усталости мертвые обещания читать курс по ритмике. И, присадившись за стол, он заставил меня набросать проспект курса, который в сотнях листков раздавал своей публике, открыв запись на курс. Осознав, что нет времени не только на курс, но и на благополучное окончание комментария к набираемой книге, я побежал объясняться, какое. Головомойка с намеками, я девсаживаю Дальгейму в спину кинжал, я испуганно замолчал и думал, все равно мне не выдержать курса. В коллегию лекторов дома песни вошли сам Дальгейм, читавший курс о заданиях песни, Мюрат, французская литература, Артур Лютер, впоследствии известный профессор в Германии, немецкая литература, Брюсов, русская литература, я, ритмика, Энгель, музыкальный курс и еще кто-то английская литература, Рачинский. И Брюсов все время нашептывал мне, Борис Николаевич, мы, конечно, откажемся, ведь ни Энгель, ни Лютер не будут читать. Он убедил. От моего и своего имени категорически отказаться. Вторичное объяснение с Дальгеймом произошло на концерте о Лениной в перерыве перед артистической. Я выбрал концерт, чтобы не быть на часы притиснутом к креслу, лучше сразу и грубо, чем с тонким взаимным мучительством произвести операцию. Дальгейм же придрался к тому. В едких письмах обвинял он меня, я, где выбрал концерт, чтобы сорвать его для певицы, которую боготворил семилетий, и для которой работал с маньяком, в результате всего же был объявлен вредителем. Негодование мое усугубило с необъяснимым поступком Дальгейма. С. Л. Толстой, как и я, почитатель певицы, просиживавший вечера в доме песни, откликнулся на конкурс «Лучшее оформление шотландских мелодий» на песне Бернса. Николай Меттнер присудил премию его номеру, не подозревая фамилии номера. Воображение маньяка сложило басню, а будто бы сговоре Толстого с Меттнером, кстати, едва знакомы друг с другом. Отсюда разрыв Дальгейма и с Меттнерами, и с Рачинским, принявшим в сторону невинно оскорбленного автора. Толстой Сергей Львович Граф 1863-1947 годы Сын Льва Николаевича Толстого Земский деятель Гласный Московской Городской Думы Музыкант Чаша терпений моих переполнилась, и я ответил Дальгейму резко. Он тотчас же написал в Брюссель «Аси, а Надя должна все со мной разорвать». Та ответила с мягким достоинством «Никто не имеет права вмешиваться в ее отношения со мной». Я был до окраинности разволнован случившимся, тем более, что в Брюссель нынешнюю зиму я ехать не мог, прикованный инцидентом с Эллисом, Мусагетом и корректурами. Мусагет только что обосновался в квартире. Три комнаты с ванной, кухней и комнатушечкой для служителя Дмитрия. Меблировка была со вкусом, редакция выглядела игрушечкой. В комнатку с овальной стеной был заказан овальный диван, перед которым стоял круглый стол, ковер, мебель, драпировки приятного синего цвета на теплом оранжевом фоне, обои. Затворив двери в приемную, белые обои, книжные полки, два столика для секретаря и корректора, и спустивши портьеру, оказывались в диванной, куда не проникал шум. Каждый день здесь сидела компания Шпет, Ирочинский, или Борис Садовский, или Элис, Машковцева, другие. Здесь с шести до восьми принимал по делам Мусагета. Сколько здесь протекло разговоров с Ивановым, Минсловой, Блоком, Тургеневыми, Степуном, Шпеттом, комната стала моим домашним салон. Приемы шести до восьми, а фактически здесь сидели до полуночи и уходили часто отсюда, поужинать в Прагу, которая была под боком, квартира наискось от памятника Гоголя. На круглый стол Дмитрием ставился поднос с чашками крепкого чая с ассортиментом печенья и пряников. Кто-нибудь просил себе сделать ванну, которую скоро пришлось отменить, чтобы редакция не превратилась в баню. Здесь ванничал еженедельно Петровский, являясь после в диванную с розовой вымытой мордочкой к чаю. Не любил я сидеть в специальном редакторском кабинете. Он был отделен ото всех других комнат. Серый-зеленый цвет мебели придавал ему что-то казенное. Здесь сидел Мэттнер, является редко. Впоследствии раз в неделю, часа на два на ты, он не понял, редактор тогда лишь редактор, когда он сотрудников, вдохновляющий центр и любезный хозяин. Я, именно я проводил эту линию, во многом взяв пример с Брюсова. Результат такой тактики. Мусагет до открытия еще стал ярким центром влекущим сотрудников, чай способствовал непринужденности разговоров, обмену мнений, проектов, которые, к сожалению, разбивались спрятанным от сотрудников их и не знавшим, за исключением членов совета, редактором нетнером. Он бил как молотком своим вето. Надо все частно учитывать силы людей, приходящих в редакцию, отваживая одних, давая возможность другим выявляться в работе и даже уметь менять планы, приспособляясь к исполнителям их. И так действовали Брюсов, Дягилев, редактировавшие журналы весы и мир искусства, они не боялись хаоса. Брюсов строил весы, живо, зная реальные интересы сотрудников и педалируя умело на них. Извлекал он созвучие из меня, Садовского, Антона Крайнего, Эллиса, Соловьева, столь разных в быте идей. Принцип Дягилева — печатать все, что не напишет ценный сотрудник, и не печатать даже хороших статей, принадлежавших неценным людям, то есть принцип строить программу на личностях, а не на абстрактной платформе выявил в итоге такой принципиальный подбор, который был бы недостижим планами и заседаниями редакционного комитета. Я, оглядываясь назад на себя и на Метнера, не без возмущения восклицаю, имея в распоряжении тройку Иванов, Блок, Белый, как мог этот дирижер? Сознание не знать, что он имеет дело с людьми исключительной инициативы. Брюсов, Дягилев прислушивались к такого рода сотрудникам, оформляя планами инициативу их, а Метнер, не учитывая их быт и идей, втемяшивал в головы свои абстракции русско-германского культурного плана, его лейтмотив, сопровождавший мои начинания, это хаос, есть хаос и хаос, один хаос из беспринципности, другой из умения подслушивать становление новых ценностей в их зародышах, в новых людях и в новых тенденциях, в симфонии мною подслушны новые секты, в голуби Распутин, в Петербурге падение Петербурга и близость всеобщей катастрофы до новых сект, до Распутина, до провала царского Петербурга. Метнер думал, что у меня уши в пупе, не на голове, извините, пожалуйста, центр моих интуиций и находился в сознании, в оценке деталей, подробностей нового человека, пришедшего к нам работать еще без трудов, но с будущим, то есть всего того, чего Метнер увидеть не мог, принимая в неделю раз в серо-зеленом своем кабинете. Я пишу с раздражением, обращая строки к когда-то другу и не зная, дойдут ли они до него. Какого хаоса, черт побери, он боялся, когда он боялся в Иванове? Вячеславе интриг во мне, без принципности, в блоке же, интуиции ничем не покрытого пупа и требовал от меня проведения в жизни им задуманного неживого. От блока стихов вальмонашек, а от Иванова консультации на тему агрессии. Вячеслав Иванов, вождь школы поэтов, вокруг которого группировались творческие начинания Петербурга, им брался постольку-поскольку. А блог, предлагавший журнал трех поэтов, им был отстранен от журнала любезнейшим жестом, пожалуйста, нам напишите какое-нибудь там свое, мы рассмотрим, рассмотрит коллеги из пятнадцати нетворческих личностей. Когда всеми фибрами слуха, внимая тональностям новой культуры, уже поднимаемой мусагетскую молодежью, шел я к Метнеру, предлагая отдать мне план сборника, он почти что кричал на меня «опять этот хаос». Да, хаос создания новых идей, ставших жизнью культуры, весьма интересный, с которой бы след ознакомиться зиммелем. В ноте культуры той слышались мне звуки поэзии Пастернака и звук написания библиотеки стиховических книг и многое прочее, чего не снилось Европе, перед которую падал ниц хаоса моего убоявшийся Метнер, оставшийся за рубежом безо всякого культурного дела. А мог бы работать у нас, если б вовремя внял он мне, дал бы возможность нам развернуть наше дело по-нашему, не прицепляя последующей зиммели в виде троечки настоящих философов Федора Степуна, Яковенко и Гессена. Настоящее первое выявилось в карикатурнейшем компромиссе на фронте при Керенском, второй высох, таранью тарань, третий автор брошюрочки «Что такое большевики?» Забегая вперед, здесь скажу, уже к осени 1910 года около Степуна, явившегося в Мусагет, строилась философская молодежь. Он завел в редакции свой семинарий, среди студентов его объявился Борис Леонидович Пастернак, чья поэзия вклад в нашу лирику, помню я, милое молодое лицо, с диким взглядом, сулящее будущее, Мэттнер ни разу на семинарии не был. Я заработал с моими ритмистами, будущими профессорами, исследователями и так далее, я умолял посетить семинарий, увидеть характер работ, он ни разу на нем не был. А в результате такого небрежного отношения к тенденциям жизни, ценные материалы по пятистопному ямбу и острая сводка работы кружка, перечень уточнений слуховой записи строчки, с моим отъездом ряд месяцев праздно пылело в редакции и в ней растаяло, без оформления. А через пять лет уже новая проблема культуры, которую Метнер проспал, была выявлена библиотекой и книг, а Мусагет лишился чести быть зачинателем новой науки, имея такого ритмиста, как я, в круг редакции сгруппировавшего ценнейших работников. Вся беда в том, что они еще себя не сумели прославить трудами, поэтому они были хаосом, и им противополагался не хаос. Н.П. Киселев, засохший в каталог каталогов, в то время как хаотист Бобров дал ряд очень блестящих работ. В свою очередь около Элиса скопилось много талантливой молодежи, и тщетно последний звал Метнера ближе узнать молодежь. Метнер предпочитал молодежи Рачинского, введенного им в редакционный совет, чтобы обуздавать, может быть, роскошные ритмы, Марины Цветаевой, тоже бывшей в кружке. Живые силы к нам шедшие ждали, что мусагеты реально оформят стремление их все усилия наши с Элисом обратить внимание редактора на людей, с которыми будущее наталкивалось на нежелание нас конкретно понять в нашем увлечении людьми, к нам пришедшими. И вот, уже через год обиженный на Метнера Элис перенес арену действий своих в студию скульптора Крахта, где буйствовали собрания человек по 50, и вся эта молодежь выявилась в следующем этапе как оппозиция мусагету, издательство Центрифуга и так далее. Обиженный за живые стремления моей молодежи, раздавленной в вету, я думал о том, как бежать из Москвы. Мусагет для меня агонировал с осени 1910 года. Метнер, не понимая причин охлаждения, в пику сильнее педалировал говорунами из Логоса, и нельзя уже было понять, Логос ли мусагет или последний предаток при Логосе. Члены Совета были подобраны Метнером по принципу вето, стоило Степуну раскрыть рот, делался Багрова Мрачинский, стоило мне войти с предложением живого сборника, как начинали остервенело блистать золотые очки попавшего временно в Москву Гессона, перелагателя и сочетателя никому непонятных в России терминов философа Ласка. Совет сходился в одном. Вето, вето на все молодое и творческое, и сколькие будущие таланты поэтому пропорхнули под носом Метнера. Мусагет, неудачное подражание, верлажу, бессредственные издания и кирпичей, но с претензией на них. И уже свершеннейшим трупом выглядел феномен скуки журналик «Труды и дни», оригинальную идею, к которому подал Блок «Журнал-дневник трех поэтов меня, Блока Иванова». Метнер изнасиловал идею журнала, прицепив ее к налагателям в Вето. Журнал этот единственный в своем роде пример, как при наличии интересных сотрудников можно превратить и их лишь в писак по обязанности. Через восемь лет уже в советской России отчасти осуществила затея Блока, предложенная Мусагету. В одиннадцатом году в журнале «Записки мечтателей», каждый номер которого художествен. «Записки мечтателей» выходили в Петрограде в издательстве Сергея Алянского «Алконост» в 1919-1922 году. «О-о-о, мусагет, великолепный подарок мне другом!» Начал воздравие, кончил за упокой. Как хорошо, что вовремя из него я бежал. Не беги я, что стал об с моей писательской физиономией, ведь все лучшее мною написанное появилось как следствие отказа работать в этом бездарнейшем месте». Комиссаржевская Между московскими треволнениями этой осени, как метеор, яркий день. В этом дне не было для меня никакого психологизма. Яркость встречи моей с Верой Федорной Комиссаржевской совсем не знакомство в обычном значении слова, созерцание морального пафоса, перед которым остановился я в совершеннейшем изумлении. Не без испуга себя я спросил, чем же я, не театрал, могу помочь? В самом деле замечательнейшей из артисток, которая на меня опрокинула требование взять в душу ее предприятие, взывавшее к отдаче всех сил. Эта встреча состоялась во время гастролей труппы Веры Федорной Комиссаржевской в Москве с 8 по 20 сентября 1909 года. Несколько дней ходил я в взволнованные мне подкинутые миссии вынашивать идеи Комиссаржевской, которую до встречи в Москве лично почти не знал. После же встречи телеграммами напоминала она, чтобы я о ней думал. Она совершала последнее свое турне по России, она покидала сцену. Жестью ухода ее было нечто предсмертного жеста Толстого. С сентября 1909 года до февраля 1910 года проходила гастрольная поездка труппа Комиссаржевской по 17 городам России. 15 ноября 1909 года в Харькове Комиссаржевская обратилась к труппе театра с письмом, в котором сообщалось, что по окончании турне она уйдет из театра. Я ухожу потому, что театр в той форме, в какой он существует сейчас, перестал мне казаться нужным, и путь, которым я шла в искании их новых форм, перестал мне казаться верным. Телеграммы получались все реже по мере того, как Вера Федна удалялась на юг. Они замерли, перерыв. Вдруг известие Комиссаржевская скончалась в Ташкенте от черной оспы и встала реминесценция мании моей видеть события в неслучайном свете и вырвалась ловко подстрелена. С Комиссаржевской я мимолетом встретился в 1908 году в Петербурге. Я ею восхищался в реалистических пьесах, в них она была гениальна. От игры ее в Пелиасе и Мелизандии я приходил в ужас и не пытался брать ее в разрезе искусства, я воспринимал ее боль. От жима размаха стилизованными трафаретами, ее хрупкое легкое тело гнулось под тяжестью и железо и меди, а тембра голоса удивительного оставался лишь мелодический стон, не Мелизанды, а Веры Федоровны точно на себя запрягла тащить на себе невывозимую драму символов метролинка. Страдание ее обнажало мне всю невозможность играть ей в символической драме. Под впечатлением этой боли ее вырвалось два филетона, напечатанные в Утре России о ней и о судьбах ее театра. Первая статья была тугая, философичная, удивляюсь, что Утро России ее напечатало, но передали над эту тугою статьей, и она задумалась ее изучив досконально. Биограф Мерхольда Волков отмечает мою статью как один из моментов в звеньях причин, заставивших ее кончить со стилем тогдашних ее постановок. После резко перекачнулась к весам она, даже устроив в театре киоск для продажи издания книгоиздательства «Скорпион». Излагая главную мысль статьи Белого «Символический театр» о том, что символическая драма возможна главным образом в театре марионеток, Николай Волков заключает «Делая этот вывод, Белый как бы зачеркивает все усилия Мерхольда, ибо признавая его заслуги в деле постановки символических драм в духе марионеточного театра, он требует фактического обращения к настоящей марионетке. Свой вред эта статья Белого несомненно принесла, так как она, хотя и в форме отвлеченных рассуждений, подчеркнула, что Мерхольд и Комиссаржевская не могут работать вместе, так как Мерхольд будто бы строит театр не живых людей, а театр кукол. В скором времени я неожиданно получил приглашение от нее выступить с лекцией о Пшебышевском перед показом его вечной сказки. Премьера пьесы Станислава Пшебышевского «Вечная сказка» в постановке Всеволода Мельчимирхольда состоялась в театре Веры Федорны Комиссаржевской 4 декабря 1906 года. Комиссаржевская играла Сонку. Выступление Белого с лекцией о Пшебышевском относится к первой половине ноября 1908 года. Ее содержание легло в основу статьи «Пророк безличия». Смотри, Арабески. Страница с 3 по 16. Пшебышевского я особенно не любил и, признаться, хотел отказаться, считал неприличным выступать с разносом писателя перед показом пьесы его, но вдруг согласился. В агитационных целях я был фанатиком. Текст выступлений был написан заранее, он вышел грубым. Я думал, прочтя со сцены его, мне придется бежать, чтобы лично не встретиться с директрисой театра. Когда я со сцены метал свои молнии против писателя, взгляд мой невольно тянулся все к маленькой черной женщине в шляпе с огромнейшими полями, сидевшей передо мной в бенуаре. Фигурую девочка, бледная, тихая, шляпа же дамская, ни возраста, ни черт лица разглядеть я не мог, вся в глазах, два синие, серо-зеленых, огромнейших глаза из темных орбит электризовали меня. Она сидела одна в темной ложе, склонясь головою к руке, которую положила на спинку кресла, и ни одного движения. Темные линии ее легкого тела растаяли в полусумраке, и в голову не пришло мне, что ложе директорское. Лектор всегда говорит, обращаясь к наиболее внимательным слушателям, она ж более всех мне внимала, от ее строгих, печальных, прекрасных глазищ я отвлечься не мог. После лекции заторопился исчезнуть, не смея глядеть на артистов и, отказавшись остаться на представлении, еще зацепишься, уже схватился за шапку, как вдруг в комнату порывисто вбежал молодой человек и порывистым голосом бросил «Идемте!» «Куда?» «К Вере Федоровне!» И он рывом понесся передо мною. Я рывом за ним. Мы метались по неосвещенным пространствам, и я влетел в темно-синюю комнату без предметов. В кресле сидела фигурка в черном, вуалетка спускала с полей ее шляпы, при моем приближении она поднялась, оказавшись ниже меня. С той же удивленной строгой робостью, не спуская остановившихся глаз, протянула ручку и свирельным своим голосом тихо сказала «Я рада с вами!» А окончание фразы запамятовалось. Она стояла передо мною и строго, и робко, выжидательно глядя, без слов. Ученицы гимназии так стоят перед инспектором в ожидании вопроса. Личико бледное, маленькое, губки истянуты, как у детей, возраст неопределенный, вуалетка скрывала черты, но глаза смущали вопросом. И от этого я потерялся, стоя с открытым ртом и хлопал глазами, все еще ожидая вопроса, точно возникшего между нами. Если то был вопрос не иллюзия восприятия, то взывал он к огромнейшему объяснению. Тут же, с места в карьер, минуя условности или же мгновенному бегству, и оспаса бегством, пролепетав что-то дикое, вроде «не смею тревожить», нечто подобное величайшему изумлению мелькнуло в глазах ее и в отклоне стана. Первые встречи с Верой Федной минутное глазение друг на друга и без единого слова испугало меня ученическое выражение лица у великой артистки. Разговор-таки был через год, упав на голову, как лавина, тем более, что случился он на извозчике ночью, но такой разговор только мог именно так и произойти, не в комнатах. Осенью 909 года Комиссаржевская дала несколько прощальных спектаклей в Москве. Один из спектаклей был превращен в чествование, и мне поручено было сказать ей приветствие. Занятый до отказа писанием, я относился рассеянно ко всем общественным функциям, и в этот вечер я был столь рассеян, что не обратил внимания на вопиющие нарушения мною тогдашнего правила. При сюртуке неприличны цветные ботинки. И мои ноги, освещенные рампой, кричали в партер двумя рыжими пятнами верхней приличия, и я смутился. Приветствие вышло весьма угловатым. Выговаривая его, я имел все тот же неприятный объект, кричащие рыжие пятна ботинок, миниатюрная женщина с бледным и нескопомятым лицом, я его разглядел в полном свете, с большими глазами, глядящими из синевы, меня слушало с удручающим вниманием. Вдруг резко она шагнула ко мне, по-мужски сжавший руку тряхнула ее. Тут же сказали, комиссар Жевская желает со мной говорить. Мне был дан ее адрес и просьба прийти. Завтра дан был и час, через день уезжала она. Я не помню уже, где остановилась она, не помню даже и комнаты, куда я был введен. Вылетела ко мне с неожиданной острую и быстротою, точно она торопилась. От этого бурного жеста все предметы смешались в глазах моих. Ход ее мыслей, тембр голоса, невыразимого, свирельного, грудного, сопровождаемый быстрыми жестами рук, мне в лицо, напоминал разбег многих волн на утесы со свистом и с пеной она куда-то спешила. В распоряжении ее оказалось лишь двадцать минут. Вот, взяв за руку, глядя как в душу, большими-большими глазами, недоуменно строгими, она просила меня непременно сегодня заехать в театр, чтобы по окончании спектакля уже договориться со мной. Договориться, легко сказать, в этом вихре прекрасных душевных движений, вполне неожиданных по отношению ко мне, выльбит она душу, отдавая мне в сердце, как в колыбель младенца, идею свою, так она выражалась. Она устала от сцены, она разбилась о сцену, она прошла сквозь театр, старый, новый, оба разбили ее, оставив тяжелые недоумения. Театр в условиях современной культуры конец человеку. Нужен не театр, нужна новая жизнь и новое действие возникнет из жизни от новых людей, а этих людей еще нет. Вот почему устремления театральных новаторов обрываются недоуменным вопросом актера нет, надо его создавать, его не создашь, коль не создашь в нем нового человека, нового человека, выращивать надо с младенчества, мы же все искалечены, артисты и люди, а на более чем другие тем, именно, что театральная культура не нужно обременила ее. Это она из тоски своей поняла. И вот опыт свой и все силы стремлений своих решила она посвятить воспитанию нового человека- актера, перед нею носилась картина огромного учреждения, чуть ли не детского сада, переходящего в школу и даже в театральный университет. Преподаватели-педагоги этого невиданного предприятия должны быть избранными людьми, тоскующими по человеку, она хочет сплотить их, они должны ей помочь. И дальше уже совсем с ног сшибательно. Яде, более всех понявшей болезнь театра, более всех гневающейся на развал жизни, более всех тоскующей о новом человеке, она читала мои статьи и полемику, должен, по ее мнению, бросить все и ближе всех стать около нее. Поймите, взяла меня за руку и снизу вверх заглядывала в глаза, я вам подношу моего младенца, и она поднесла две руки мне к груди, неужели вы не улыбнетесь ему, отвернетесь и пройдете мимо? Все это с быстрыми, легкими телодвижениями, то приближаясь вплотную, а то отбегая, летуче носиться по комнате взад и вперед, заложив руки за спину, глазами, в пол, а я только слушал, не подавая реплик, ведь половина ею сказанного была и во мне раившимся миром, когда-то откликнуться, взять по ее словам в руки младенца, значило ему отдать свою жизнь. Тут кто-то ее порывисто оборвал, летевший, что-то напомнив, схватясь рукою за лоб, вдруг нахмурилась и отмахнулась, и после стремительно подбежавшей ко мне, остановилась как робкая девочка, и так строго, настойчиво, ну, так вы будете вечером, вы мне отведите, так же, как я вас спросила, и выскользнула. С очень странными переживаниями сидел я в театре, и даже не помню, в чем именно выступала она, да ее ли игры, когда вот сейчас предстояло с ней так объясниться, как желала она. Только что в руки отдали мне мусагет, только что дал я согласие Дальгейму быть в деле его, а чем кончилось это согласие? В Брюсселе ждала меня Ася, а тут на перерез всему брось и все, я был должен по убеждению артистки пуститься уже в настоящее кругосветное путешествие, где паспорт на него и где средства. Вот кончен спектакль, я за кулисами, там меня ждут, переодевается, сейчас выйдет, где-то еще стоят крики комиссар Жевская, вот и она в пышном манто бросает мне в руки огромную муфту, несите, идемте, куда, к ней, иду, положение глупое, у выхода ее в молодежи, я с муфты в руке лишь притык, выходим, карету она отпускает, я усаживаю ее на извозчика, мы едем к ней, предварительно ей хочется покататься и освежиться на воздухе, катимся где-то меж переулков, решает она ехать за город, чтобы не прервать разговора, уже сцепившегося ширяется как спираль широкохватные темы, то суживается до субъективнейших психологических завитков, граничащих с песней без слов. Я подвожу ее к дому не как артистка и не как дама, как добрый товарищ, как Элис, имевший привычку бежать со мною до дома, после чего я бывало его провожаю до дома, она с детской робкой, просительной улыбкой, ну, я вас теперь до дома довезу, мы подъезжаем к моему подъезду, и я в свою очередь, я подвожу вас, можно? Два раза мы были в Никольском переулке, два раза я провожал ее до дому, извозчик не ехал, оплелся, между переулками, если бы он где-нибудь остановился у тумбы, мы б не заметили. Что сказать о таком разговоре? Только то, что он выступил изо всех берегов, воспроизвести нет возможности, разговор построенный на импрессиях, оспаривании друг друга, сказалась в нем вся тоска этой прекрасной души, блеск утопий, невоплотимых в действительности, зачем она выбрала меня конфидентом своих стремлений? Лет восемь назад я мечтал о создании человека, кончил же злобу и дня, то, с чего начал я, к этому теперь приводил ее. Огромнейший театровический опыт, опыт утраты человека театром, мой же жизненный опыт как раз начался с разбития детских утопий о человеке младенце, в условиях тогдашней действительности, не мог же я ее, разбитую в своем опыте, добить моим опытом, и обещал ей всемерно думать о планах ее, и посильно на них откликнуться, она требовала непосильного, требовала отдачи жизни младенцу, а когда мы уже путешествовали меж подъездами, она лепетала намеками, не имеющими логических линий, какими-то стихами в прозе, вроде Эльзи Бальмонта, где краски и струи господствовали над логикой, вспыхнули во мне строчки, чайка, серая чайка, с печальными криками, носится на равнины, покрытый тоской. Образ маленькой фигурки с высунутой ручкой из пышного манто, с недуменной головкой, протянутой мне под лицо, остался образом чайки с печальными криками, пролетающей куда-то на юг из огромной, кондовой, царской России, запомнился ее полуобиженный вскрик, почему вы такой невнимательный, грустный, холодный и синий-синий? Сказать великой артистке, себя отдававшей младенцу, что он невозможен еще, что уход ее из театра лишь повлечет к удвоению и терзанию было бы жестоко, не поняла она, что я делался синим-синим от боли, от страха за нее и от невозможности ей помочь. Вот второй раз подвезла она меня к дому Новикова в Никольском бледное личико девочки под вуалькой высунулась и протянулись две ручки. Я уезжаю в турне последней. Я вам оставляю моего младенца, думайте о нем, лилейте его, а я о себе напомню. Накрапывал дождик и повернулся извозчик, зад пролетки загрохотал под дождем по Никольскому. Через два дня первая телеграмма с напоминанием, через дня четыре вторая, потом длительный перерыв и оглушившие всю Россию известия, Вера Федоровна Комиссаржевская скончалась в Ташкенте от черной оспы. Может быть, бухарские халаты, от которого заразилась она, избавила ее от горчайших душевных страданий, видеть великую идею преглупо растоптанной она была преждевременна. Комиссаржевская скончалась с 10 февраля 1910 года. Ритмический кружок В декабре 1909 я опять попадаю в Бобровку дописывать статьи по ритму и пишу последнюю главу своего романа. Опять огромные пустынные комнаты старого дома, портреты предков, за окнами синие сумерки, сосны и морозный багряный закат. Мой глухонемой старик в мягких валенках вырастает из сумрака за плечами, трогает за руку и показывает на соседнюю комнату, где сумрак подпрыгивает на красных отблесках и откуда красноречиво потрескивают сухие полени. Иду туда, к огромному очагу, не камину, опускаюсь в мягкое кресло, подбородок в ладони и думаю, думаю над сияющим жаром. В синем мраке пустых комнат шорохи, шмыги и даже будто шаги это мыши. К Рождеству я в Москве, в сутолке налаживаемой редакции. А к началу января вызревает необходимость мне быть в Петербурге, чтобы координировать мусагет с планами Вячеслава Иванова, привлекаемого к редактированию историческим сектором мусагета. Новое сближение с Ивановым дело рук Минсловой. Оно обусловлено и отходом Иванова от Городецкого и Чулкова и распадом недавнего триумвирата в весах Я, Брюсов, Элис. Иванов затаскивает меня в свою башню и держит в ней без отпуска около шести недель. Быт этой жизни мной описан в начале века. Не возвращаюсь к нему. К нам приезжает Мэттнер дооформить сотрудничество Иванова в мусагете. Иванов в свою очередь делает все усилия, чтобы сгладить шероховатости моих отношений с Блоком, мечтая о конъюнктуре. Он, я и Блок ввиду отдаления от символизма Брюсова, полного одиночества Блока, порвавшего с мистическим анархизмом и в противовес усиливающимся тенденциям журнала Аполлон, в котором сгруппировались акмиисты Маковский, Гумилев, Кузьмин, Барон Врангель и другие. В свою очередь раннюю весною я везу в Москву Вячеслава Иванова для ближайшего знакомства его с сотрудниками. Мы помещаем его в редакторской комнате, где он живет, принимает и пропоредует с неделю. Дни приезда его совпадают с открытием мусагета. Официальное открытие мусагета относится к марту 1910 года. Вскоре по отъезде его читаю я публичную лекцию на тему лирика и эксперимент, ответ на которую появление ко мне тройки молодых людей Дурылина, Сидорова и Шенрока с предложением организовать под моим руководством экспериментальную студию по изучению ритма. Быстро налаживается ритмический кружок в составе 15-17 человек, среди которых запомнились, кроме вышеупомянутой руководящей тройки Нелендер, Ахрамович, Чеботаревский, брат и сестра, Станевич, Петр Зайцев, Сергей Бобров, заработавший скоро самостоятельно, Рэм, Баранов и другие. Первые заседания кружка зафункционировавшего в апреле посвящены моему введению в работу. Они определяют нашу задачу и посвящены методологии предстоящих работ по уточнению слуховой записи мною предложенной в символизме. В основу беру я ту самую критику символизма, которую позднее, в продолжении более чем 17 лет приходится мне выслушивать. Далее ряд майских заседаний, посвященных предварительной номенклатуре паузных форм, энкликтик и прокликтик языка, учету спондиоподобных и хореоподобных стоп в ямбе, а также номенклатуре ритмических фигур, долженствующих быть взятыми на учет. Все это поправки к символизму, которые необходимо было нам сделать в первую голову, чтобы использовать летние вакации. Мы берем для эксперимента весь пятистопный ямб крупнейший русских поэтов, не в показательной порции, как у меня в символизме, там взят четырехстопный в целом, во всем составе. Семнадцать человек, выровняв свои классификационные таблицы и сдав экзамен на точность слуха, разбирают поэтов. Мне достается пятистопный ямб Тютчего, Боротынского и Лирики Пушкина, а ямб драматических произведений взял кто-то другой. С осенью начинаются частые, длительные, плодотворнейшие заседания, посвященные сверке отработанного материала, а также оглашению статистики и недоумений, с которыми встретился каждый из работавших, то есть более десяти докладных рефератиков, из которых возникла проблема выравнивания классификационных данных у всех, сводящиеся к еще большему уточнению. Более всего времени заняла проблема выработки номенклатуры в связи с паузными формами, межсловесными промежутками. Здесь наши работы совпали с предложением поэта пиаста, заработавшего отдельно над теми же проблемами в Петербурге. Вопрос шел о том, что четыре типа промежутков в свою очередь подразделяются на чисто звучащие и нечисто звучащие, так сказать, на изобразимые целыми числами и дробными. В моем символизме все нечисто звучащие промежутки были отнесены к паузной форме Е, согласно номенклатуре символизма. Эту формулу мы уничтожили уточнением первых четырех А, Б, С, Д и в результате 16 паузных модификаций, исчерпывающих все паузные нюансы строки. Взятие этих нюансов на учет в позднейшей классификации Шенгели и размножает сравнительно небольшое количество типичных строк Ямба, что, по-моему, является скорее неудобством, весьма усложняющим слуховую запись. До десяти заседаний было посвящено принципу записи паузы по-жермунскому межсловесного промежутка. Уже осенью девятьсот десятого года принцип записи, скоро сжатый в параграфы литографированного учебничка ритмики, оформился в ту степень точности, которую стремился провести профессор жермунский в своей работе, вышедший двойник через шестнадцать лет, ценнейший учебничек, брошенный в пыль редакции Мусагета после моего отъезда из Москвы и неопубликованный своевременно укор Метнеру, ибо он лишил моих тогдашних сотрудников права на приоритет в ряде научных уточнений, а меня подвел под многолетние нарекания. В этом же кружке студент Рэм прочел доклад о принципе счисления строк и переведения цифровых данных в кривую ритма. Принцип этот я разработал впоследствии, он и лег в основу моей диалектики ритма. Подготовка к печати учебника ритма в 1911-1912 годах была доведена до стадии корректуры. В письме к Метнеру январь 1912-го года Белый предлагал напечатать его в виде приложения к номеру второму трудов и дней. Доклад Баранова Рэма с объяснением нового математического способа определения стихотворного ритма был прочитан на заседании ритмического кружка 4 октября 1910-го года. Предложенную Барановым формулу счисления ритма Белый положил в основу своей теории ритмического жеста, разработанной им в книгах о ритмическом жесте и ритм как диалектика и медный всадник. Москва 1929-й год. Об итогах работы кружка по пятистопному ямбу позднее я доложил в обществе ревнителей художественного слова в Петербурге, где уже в начале 1909-го года я прочел два или три доклада, на которых присутствовали поэты и стиховеды Вячеслав Иванов, Пяс, Недоброво, Знос Кубаровский, Чудовской и так далее. Присутствовал академик Венгеров, отнесшийся с большим вниманием к итогу моей работы. Позднее, в феврале 1917-го года, Белый выступал на семинарии Венгерова в Петербургском университете с обоснованием теории ритмического жеста. Жизнь кружка кипела до моего отъезда за границу, она кипела и после. Сентябрь, ноябрь осмыслились мне жизнью кружка, который был за цепку и за Москву, все прочее было мертвым. Пустыня мне виделась там, где три года назад я живо участвовал в прениях, пустыня эстетика, пустыня философский кружок, пустыня религиозно-философское общество. Когда я шел мимо метрополя, я уже не свертывал мимо стены Китай-города, чтобы сбежать в весы, их не было. Когда проходил я по Гнездяковскому переулку и глядел на дверь Дальгеймов, я думал с большой горькотой, и эти двери закрылись, и даже реже я завертывал к редактору, которым стал мой все еще друг Эмилий Меттнер, но, 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 друг ли уже? Тяжелая тень неподнимаемого молчания меж нами вызывала всякие подозрения. Мусагет в условиях полного расхождения взглядов на него был мне лишь жерном на шее, и я, поглядев на дверь Меттнера, не раз проходил мимо, свертывал в боковой переулочек и оказывался в квартире секретаря нашего Кожебаткина, подчувавшего меня рюмочкой коньячка, и эта же рюмочка не раз выглядела заупокойную тризную. О некоторых своих материальных нуждах я доводил до сведений редактора друга через секретаря Кожебаткина. Ритмический кружок последние пять Москвы, которая меня еще держала, но путь жизни Сассии, соединявшейся с неизбежным отъездом за границу, конечно же, перевешивал. Москва проваливалась под ногами. Боголюбы Еще в апреле по соглашению с Сассией мы должны были встретиться. Она приезжала из Брюсселя в Боголюбы, село Волынской губернии около Луцка. Отчим ее здесь был лесничим. Ввиду нашей ссоры с Дальгеймом, приезд ей в Москву был заповедан. Я получил от матери ее удивительно милое письмо, зовущее меня к ним приехать гостить. Временем приезда я выбрал июль, желая воспользоваться частью лета для окончания своей работы над ритмом и для подготовки к изданию сборника статей «Лук зеленый» для Альционы. В это время уже вышли две мои книги «Символизм» и «Серебраный голубь». О первом пресса не произнесла ни слова. Книга расходилась, впоследствии она вошла прочно в сознание писателей, поэтов и стиховедов, но о ней не было написано ни одной строки. Не это учить ждала «Серебраный голубь», который в отдельном издании читался на расхват и вызвал ряд филитонов, весьма мне сочувственных. Книга имела успех от Гершинзона, Булгакова и Бердяева, лестный комплимент. Николай Бердяев посвятил анализу «Серебраного голубя» статью «Русский соблазн» «Русская мысль», 1910 год, номер 11. Сергей Булгаков писал Белому про чтение «Серебраного голубя» 13-17 декабря 1910 года. «Я совершенно потрясен вашей книгой. В ней вам удалось, нет, дано вам такое проникновение в народную душу, какого мы не имели еще со времен Достоевском. В ней совершилось чудо художественного ясновидения. Перед вашим творчеством распахнулись сокровенные тайны народной души в ее натуралистической и, как вы со всей силой показали, неизбежной демонической стихии. За вашим романом для меня оживал и Розанов и становился понятен соблазн петербургских родений и глубины сатанинские мистического сектанства. Вам приходится нести крест своего свершения, холодное непонимание, равнодушие толпы, но это хороший знак, вы сами это знаете, но рано или поздно поймут и услышат вашу художественную речь. Июнь проводил в Демьяновке имени Танеева, где протекло мое детство, где не был я с 1891 года. Попав через 20 лет в те аллеи, где игрывал еще ребенком, где первые впечатления от природы входило в меня, я переживал встречу с собственным детством. Мы с матерью жили в части той дачи, которую я покинул перед поступлением в гимназию, около пруда с розами, где сиживали мы когда-то со сказочной гувернанткой Раисой Ивановной, а потом с моим другом, подмозель Беллы Роден. Работал я бешено, отдавая дни и ночи ритмическим вычислениям и пишучи статью «Кризис сознаний» Генрик Ипсен. Танеевский парк был местом встречи демьяновских обитателей, которые сроя с кучкой часами шагали здесь споря на отвлеченные темы. Также бродил посидевший заостренный старик Танеев, к старости ставший лицом свершеннейшей грозной в удивительном балахоне жезлоподобным колом в руке и учил наседательно дачников дикостям. При нем или я или эмпириокритицист Давыдов несносный рассудочник или художник Аполлинария Васнецов с неприятным видом скопца с подъеданцами по моему адресу или Аркадий Климентович Тимирязев физик вылитый отец но без блеска лицо его барометр брюзгливости а в словах невылазная скука. Где-нибудь в стороне среди зелени освещенной солнышком почивал вывезенный на кресле учитель мой Климент Аркадьевич Тимирязев его охватил паралич. Иногда я подсаживался к нему чтобы выслушать несколько журчащих молодостью и островыми им фраз он был очень приветлив. Вот все чем мелькнуло Демьянова из которого я в первых числах июля с волнением понес в Луцк там новая странная и веселая жизнь меня охватила. В Боголюбах Белый прожил с конца июня до августа 1910 года. Представьте себе тесный одноэтажный белый домик на опушке столетнего дубового леса с деревами ветви которых напоминают оленей леших козлов снизу заросли густых непроходимых кустарников где водились дикие козлы и барсуки окрестность кишала вепрями из окон домика в противоположную сторону скаты широких полей с линии неисхоженных дремучих лесов находившихся в ведне лесничьего компионе сам лесничий выходил из стен своих комнатушек увешанных шкурами им убитых зверей винтовками пороховницами и рогами оленей на крыльцо домика огромной всклокоченной бородатой на босу ногу в коротких штанах в белой рубашке с открытой волосатой грудью и приложив руки к усам гаркал на километры отдавая объезжщикам приказание издали ему отзывались свистками и гарками а к ногам сбегала стая борзых легавых и гонщик подкатывала таратайка набитые сеном с мешками и ружьями и он сев с помощником и двумя лесниками в нее закатывался верзат тридцать в свои лесные глуши откуда дня через два прикатывал веселый грохочущий с подстрельным вепрем после чего начинались пиры с водочкой вепряные пленительными рассказами о жизни козлов барсуков лесокрадов с которыми он сражался этот грубый дикарь был нежен как девушка доверчив как ребенок гостеприимен до я не знаю чего но он был ругатель тоже до не знаю чего этот марксист в редкие вечера склоненные над капиталом не думаю чтобы много разумел в марксе но капитал был тема его шутливых изводов меня и трех пачериц и ж зеленые хилые декаденты паршивые и с добрым подмигом а все-таки с декадентом мы выпьем водочки так ведь борис николаевич домик ломился народу когда я приехал в нем ухитрялись и жить жена его три пачерицы помощник две прислуги старая нянюшка два пупса родной приемыш их нянька каждый день приночевывал кто-нибудь из заезжих словом Ася была помещена на чердаке отгородив части его шкурами из каких-то подушек матрацев яркой цветной чушей соорудили диванчики пуфики стены Ася сидела там в фантастической шкурке с прорезями для рук покуривая развивая тихие речи она горбилась кудри падали на ошкуренное плечо чтоб до нее добраться надо было карабкаться по крутой приставной лестнице потом пробираться в мраке и с риском разбить себе лоб об ревно ну вот завесы шкур раздвигаешь и оказываешься в совершеннейшей сказке около слухового окошечка к нему тянутся ветви угрюмого могучего леса и зеленых каскадов торчат стволистые рожи нигде не видал я таких могучих коряк здесь-то или на суку неохватного дуба происходили ответственные разговоры решившие участь последующего шестилетия кроме девочки пяди на которые я мог бы ступить твердой ногой комната в квартире матери с вывисающим из зеркала отражением лица разбитого жизнью невеселое зрелище жизнь нашей квартиры была нелегка и выяснилось мы с Асей как брат и сестра соединенные участью жизни бездомные сиры у обоих у нас за плечами трагедия а впереди неизвестность шепот наш о том что надо предпринять решительный шаг чтобы выкинуться из нашего обстания приводил к уговору соединить наши руки и опрометью бежать из-за постыливших мест смотри записи белого об июле августе 1910 года дикая веселая странная жизнь на фоне которой происходит мое сближение с Асей и решение уехать в Италию осенью решение пути с Асей бесповоротно материал биографии и по мере того как вынашивались планы побега охватывала бодрость радость и чувство удали мы не решали даже вопрос о том кем будем мы товарищами мужем и женой это покажет будущее жизнь в там по ту сторону вырва изо всех обстановок только Ася на супе в брови мне заявила она дала клятву не соглашаться на церковный брак условности она ненавидела она смеялась какой скандалище разразиться в порядочном обществе когда мы с ней бежим за границу мать отчим были посвящены в наши планы они были без предрассудков но что скажут рачинские философы морозова и прочие почтенные личности решение было вынесено на огромном суку на котором я комфортабельно растянулся животом и локтями в сук а Ася сидела выше как в удобном кресле полузамытая хлиставшая в лицо зеленью после чего мы спустились к ужину за которым грохотал лесничий только что вернувшийся из дебри своих помнится как в три часа ночи при полной луне мне подали зажженный фонарик с которым я еженощно пересекал лесную тропу километра полтора ввиду невозможности меня приткнуть в белом домике мне была снята комната в чешской деревне за лесом в двух километрах от лесничества бывало идешь как подземным ходом над тяжелыми купами светит луна а такая гущий что мрак кромешный электрический луч освещает перед тобою чащу тропинка извилист в луч входят все новые стволистые чудища угрожая коряжистыми руками и узлистыми ногами корнями пересек чащу луное серебренное поле огни цветущие деревни вдали пересек поле открыл ключом дверь и попал не в деревенскую комнату а точно в игрушечку чисто земляной пол мою ликовая посуда чехи крестьяне красиво жили кровать настойная на запахе трав упадешь в нее и в нее и как в бездну нигде не спастись так утром бежишь через лес кофе и черные чудища ночи ставшие оливковую гущей весело машут тебе ясными зайчиками и искрами солнца в ночь решения молниеносно в голове пронес ряд инициатив которые все осуществились таки в сентябре Ася с матерью едет в Москву помещение подготовляю им я я обращаюсь к мусагету отдавая ему право печатать все мои давно разошедшиеся книги четыре симфонии три сборника стихов том путевых впечатлений которые напишу гущ и каяк вдруг прорыв ослепительный фосфор луны и ширидали простор неизвестности так в глухом волынском лесу моя воля принимает решение оборвать нити связавшие с прошлым и этот второй мой разрыв с модернизмом подобный разрыву с университетской средой опять-таки крутой поворот линии жизни отъезд в москве ожидал меня ворох трудностей отыскания квартиры тургеневым переговоры с метром о возможности получить мне заем метнер дал мне с неохотой согласия на это мне денежные затруднения мрачили его а уезд с асей тургеневой им воспринятый как диверсия против всех его планов не нравилось ему и то что я еду в италию а не в германию интересы к италии культурный упадок как только в москве разнесла свесть о нашем уезде она была принята так конечно же как брак и тут выяснилось что охотников устраивать мою жизнь было много мой отъезд воспринимался вообще как весьма непохвальный поступк чего ему нужно есть у него мусагет свое дело сиди и работай в нем разумеется все молвы и взгляды которыми мерили Асю уже появившую в москве не способствовали улучшению моих отношений с москвой я довяз негодованием не без хитрости до времени его затаил пунктуальнейше исполняя обязанности ибо я себя окончательно ощутил птицей захлопнутой в клетку я был связан с москвой в материальном разрезе рассерди я тех от кого зависело меня выпустить все будущее мое ломалось у меня не было ни гроша мать имела скромный достаток обеспечивающий ее жизнь и позволявший ей изредка в виде исключения оказывать мне скромную помощь у Аси не было ни гроша у матери ее тоже при огромнейшем семействе и скромнейшем жаловании лесничего компионе единственное чем мог поддержать нас это открыть дверь своей гостеприимной хаты много есть форм оказывать человеку поддержку и мусагет мне ее оказал предоставив мое распоряжение три тысячи но этим он меня покупал целиком как писателя на ряд лет но и три тысячи выдай он мне единовременно их я бы мог их утилизировать целесообразно нет меня ущемили и тут обещание высылать ежемесячно рублей 200 и 300 что впоследствии было вечным источником траты денег из-за ожиданий их каково ждать перевода в Тунисе в Каире и бросить на ожидание не менее 700 рублей лишиться поездки к Нильским порогам Галилейскому озеру Кожебаткин от которого зависела высылка опаздывал с ней иногда на месяц и мы томились не имея возможности никуда двинуться форма в которой Мусагет оказал мне помощь была жестока от того я воспринял ее враждебно в сплошном томлении провели мы с Асей три месяца сентябрь октябрь почти весь ноябрь Мусагет не отпускал мотивируя необходимостью заседать празднопреть и так далее единственное что было отрадой мне это использовать праздное для меня сидение на подготовку моих ритмистов к умению работать и двигать науку о ритме самостоятельно кстати окончилось угрюмое полное вражды молчания между мной и блоком еще в боголюбах прочтя куликово поле я был потрясен силой этих стихов из души сорвалось письмо к блоку на которое он ответил душистым посланием вячеслав и вячеслав и за это время много поработал чтобы нас примирить мусагет сделал предложение блоку издать его ночные часы и из заседания пленума послал телеграмму мусагет альциона издательство кожебаткина приютившиеся в Мусагете. Логос. Приветствует, любит, ждут Блока. Это было в конце октября. Блок с женой еще сидели в шахматове. Блок пишет матери. Мама, я уезжаю в Москву, а Люба в Петербург завтра. Завтра вечером я буду на лекции Бори о Достоевском. Еще. Боря женится. Боря уезжает отдохнуть за границу. Мы встретились в переполненном зале дома Морозовой, куда он попал прямо с поезда. Я был потрясен известием об уходе Толстого. Перед самым началом лекции, увидав Блока, я пробился к нему и крепко поцеловал, и тотчас бросился читать. На лекции было много почтенных деятелей. Струвик, Тлеровский, Брюсов, Эрн, Гершинзон, Трубецкой, Кизелеттер, Ердяев, Булгаков, Степун и так далее. А следующие дни пребывания Блока в Москве были для меня предотъездными хлопотами, между которыми спешно, почти случайно, но горячо мы встречались с поэтом, обсуждая план собрания и стихотворения его в Мусагете. Он сам предложил его нам. И я всячески доказывал Меттнеру культурную важность такого издания. Был он и в кружке ритмистов моих сидел в уголке и прислушивался к специальнейшим разговорам о ритме. Сам он никогда не пускался в анализ стиха, полагая, что для поэта это опасно. Позднее он постоянно указывал, вот был Андрей Белый поэтом, пустился в изучение ритма и перестал сам писать. Об уходе Льва Николаевича Толстого из Ясной Поляны сообщалось 30 и 31 октября во всех газетах. Приезд Блока — случайное пятно в моей жизни, но он загрунтовывал одиннадцатилетия отношений, в которых не было уже ни одной тени. Перед самым отъездом в Москве разнеслась вещь, что мы с Асей уезжаем без церковного брака. Маме это доставило лишь минутное огорчение. Скоро она поняла нас в этом жесте и примирилась. На подъезде знакомые круги разделились на два враждебные лагеря, оспаривавшие друг друга. Одни утверждали — беспринципный декадент похитил юную девушку, другие доказывали с пеной у рта. Дрянная девчонка погубила нашего Бориса Николаевича. Вот день отъезда. Мы поехали на вокзал из штатного переулка, где жили Тургеневы с нашими матерями, ближайшими друзьями и родственниками Тургеневых. Но на перрон неожиданно явились многие мусагетцы и даже почтенные личности из независимых. Маленькие, клокочущие, дружески возбужденные Эмогер Шензон в барашковой шапочке и Энн А. Бердяев с пуком красных роз, поднесенных Аси, проводили нас как новобрачных. В последнюю минуту влетевший в вагон Кожебаткин в цилиндре всунул мне громаднейший список работ, которые я должен был выполнить за границей. Поезд пошел. А мы со смехом читали, какими делами я был должен заниматься в Италии, планировать, редактировать тексты, писать предисловие и так далее. Дойдя до пункта пятидесятого, я с хохотом бросил весь список, ведь выходило вместо Италии, и музеев я должен был с первого дня согнуться над пыльными листами рукописей, составлявших не менее трети всего багажа. Список этот утрачен был мной еще до Венеции, и вместе с ним утрачен был в душе навсегда мусагет. А впереди ожидали гондолы, Венеция, жаркие и грозные Неаполь, Сицилия, великолепный Тунисский залив, Средиземное море, пирамиды Египта и Сфинкс, поглядевшие в глаза тайной жизни и предложившие разрешить. Свобода странсти или съеденное молью кресло редакторского кабинета за время жизни моей в Африке моль съела эти кресла. Выводы Эта часть моих воспоминаний закончена, здесь ставлю точку. Надеюсь, читателю ясно заглавие этой части. Шесть лет с середины девятьсот пятого года до конца девятьсот десятого есть прохождение сквозь омут человека, засосанного им. Прохождение через годы реакции, через горчайшие испытания личной жизни, через разуверение в людях, через картины ужаса и бреда, в которых отразилась мне роль крепнущей буржуазии, влекущей судьбы народа к бессмыслию мировой бойни. Через картины растления неустойчивых слоев интеллигенции в агарочничестве, в душной наркотике эротизма. И поскольку до девятьсот пятого года я жил в усилиях себя расширить до возможного участия в разных секторах русской культуры, постольку описанное пятилетие есть описание выбарахтывания из разного рода западней, которым меня приводила моя общественная работа. И мне стало ясно. Общественность и искусство в тогдашней общественности — только жалкое домкиходство. Особенность момента. Общественность в собственном смысле уходила в подполье, а то, что под флагом общественности предлагалось мне, носило сомнительный припах. При ближайшем анализе этот припах стал отвратителен мне. Отсюда налет отъединенности, замкнутости в произведениях моих того времени. Лирический субъект пепла — люмпенпролетарий, солепсист, убегающий от людей прятаться в кустах и оврагах, откуда он выволакиваем в тюрьму или в сумасшедший дом. Лирический субъект урны, убегающий от кадетской общественности, барин из протеста, поселяется в старых пустых усадьбах и, глядя из окон, мрачно изливается в хмурую деревенскую зимнюю синь. Герой романа «Серебряный голубь» силится преодолеть интеллигента в себе в бегстве к народу, но народ для него — нечто среднее, недифференцированное, и поэтому нарывается он на темные элементы, выдавливающие семя мутный ужас эротической секты, которая губит его. Темой вырыва — бегство из средней мещанской пошлятины, и щитой этих вырывов окрашено мое творчество на этом отрезке пути. Материал к этой мрачности — моя личная жизнь, спасающая себя в немоте и под конец даже носящая маску приличной общественности из конспирации. Тема бегства тотчас исчезает из моего творчества, как скоро я ее провожу в жизнь, а наросшая вновь на мне за эти года мое детское косноязычие сваливается в разговоре с тогдашней спутницей жизни. Ася стала мне живой восприемницей всех недоумений моих. Разговор наш о правде жизни, связанный с решением так или иначе действовать, не мог состояться в условиях московской и даже российской жизни. Надо было объекты мук моих удалить, чтобы с птичьего полета увидеть себя и других в годах, которым сознание говорило «нет». Разговор этот длился несколько лет. Когда он окреп для каждого из нас в решении, то смысл нашего пути стал исчерпываться, я был по-новому притянут к России. Путь первой спутницы жизни моей определился на Западе, и мы разошлись с одинаковым признанием значения и ценности нашей встречи, каждого из нас выручившей. Прохождение сквозь смуты и омуты русской жизни, подобно утопанию или исключению себя в тюрьму, из которой и не предвиделось выхода. Это чувство тюрьмы. 908 год. 909 проходит в смутных предчувствиях, переходящих в надежду. Побег возможен, а 910 проходит в деятельных попытках конкретно осуществить его. Тюремщики меня выпускают с условием обратного возвращения. Я временно возвращаюсь, но уж иной, с окрепшими мускулами, с желанием давать тумака и с предприимчивостью, готовый на все. На третий день бегства из Москвы рухнули для меня картины московского рабства и больше не возвращались. Это было в исковерхих Штирийских горах со снеженными венцами, мимо которых вияс меж ущелий проносил нас экспресс. На какой-то станциике я, выскочив из вагона, закинул голову кверху, впиваясь глазами в гребнистый зигзаг, в душе вспыхнуло «Горы, горы, я вас не знал, но я вас узнаю». И вот стемнело, горы упали, вдруг в уши прибой итальянской речи, вместе с теплом и кислыми апельсинами. Мы встали к окну, вот туман стал серебряным, вот разорвался он, и все голубое, внизу, наверху, вверху небо, освещенное месяцем, внизу море, поезд нес, по дамбе, имея справа и слева бесконечные водяные пространства, а впереди, точно из неба на море, выстроилась и опустилась симфония золотых, белых, пунцовых и синих огней, озаряющих легкие туманные очерки палаца и башен Венеции. Москва, 23 марта 1933 года. Субтитры создавал DimaTorzok